дорогие коллеги здравствуйте наверное мы все готовы собрались с нетерпением ожидаем начало нашего международного онлайн форума языковое многообразие как основа это культурной самобытности народов евразии наш форум посвящен международному дню родного языка я хотела бы поблагодарить организаторов форума за большое доверие оказанное мне выступить в качестве модератора для меня это не только очень важно почетно но и сегодня как для ректора московского государственного лингвистического университета очень символично дорогие коллеги вчера исполнилось 80 лет нашему основному коренному факультету переводческому факультету созданному в сорок втором году поэтому такому успешному такому перспективному такому закаленному и это не просто слова радости разделенные с коллегами дело в том что мы знаем что переводчики это не только по словам александра сергеевича пушкина истовые лошади просвещение это и конечно же гаранты многоязычия и языкового разнообразия а в нашем случае основной рабочий язык наших переводчиков это русский язык в нашем университете мы сегодня преподаем преподаем профессионально 38 иностранных языков в том числе 9 языков государств участников снг ближнего зарубежья и мы очень активно сотрудничаем с зарубежными вузами и международными организациями на пространстве евразии и в процессах евразийской интеграции и мне представляется что коммуникативная интеграция является важнейшим инструментом участники объединены общей культуры обычаями формальными неформальными нормами нравами ценностями вот приверженность всему этому образует наше единство с другой стороны составляет отличительную особенности всех принадлежащих нему и обеспечивает повышенный уровень доверия и взаимопонимание и конечно главным средством коммуникативной интеграции на евразийском пространстве являются языки язык носитель образов идей концептов идентичности символов мифов текстов нарратива евразийской цивилизации дорогие коллеги вспомним что народы евразии составляют почти три четверти всего населения земли и на нашем материке проживает большое количество разных этнических групп они отличаются внешним видом менталитетом культурой языком и каждый народ евразии принадлежит к определенной языковой семье она в свою очередь как мы знаем делится на группы очень часто языки находящиеся в одной группе отличаются лишь например произношением или правописаниями и это объясняет тот факт что некоторые народы евразии имеют ну похожую или практически иногда одинаковую речь мы похожи но каждый этнос самобытель и роль профессионалов языка в сохранении именно этой самобытности трудно переоценить именно поэтому сегодня у нас на форуме представлен такой солидный состав экспертов и хочется выслушать всех потому что вы видите в нашей программе одно сообщение интереснее другого но начнем мы по традиции с приветствий и мне очень приятно и почетно предоставить слово владимирю ильичу зорину члену президенту совета при президенте российской федерации по межнациональным отношениям председателю комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений общественной палаты российской федерации пожалуйста владимир юрьевич просим вас да ирина аркадьевна спасибо вам большое за презентацию для за возможность выступить я хотел бы еще поприветствовать и александр васильевна который тоже является одним из организаторов а юнеско вообще известно что учредитель нашего сегодняшнего события не вижу светланы константиновны но я думаю что она всегда присутствует во всех наших мероприятиях я хотел бы сказать дорогие друзья что для меня большая честь участвовать в работе международного онлайн форума языковое многообразие как основы этнокультурной самобытности народов евразии 21 февраля россия и мир отмечают день родного языка этот праздник призван способствовать поддержке языка как выразителя культурной принадлежности каждого человека и ирина аркадьевна очень прочувственно точно сказала слова о роли языка в настоящее время исчезающие языки к сожалению есть во всех регионах и почти во всех странах мира наибольшая опасность исчезновения угрожает регионам с языковым разнообразием у коренных народов ситуация осложняется отсутствие письменности некоторых из них нехватка педагогов владеющим этим языком учебных пособий у многих языков остались единицы носителей в красную книгу языков народа россии например включено более 60 языков согласно всероссийской переписи населения у нас стране проживают 190 народов национальности этнических групп и языков и диалектов еще больше большинство из которых малочисленны и живут на ограниченной территории в российской федерации сегодня более ста языка являются языками обучения и изучения но это цифры 2010 года мы недавно провели очередной перепись населения скоро можем сможем оперировать данными но условно перепись называется двадцатого года мы провели ее в прошлом году ее итоги сейчас обрабатываются и скоро около двенадцать месяцев остается ждать мы получим полную картину о положении дел с языками вообще с русским языком родными языками что позволит уточить уточнить программы их поддержки сохранения и развития но уже сейчас ясно что среди мер необходимых для предотвращения исчезновения языка создание благоприятных условий для того чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей создание образовательных систем способствующих обучению на родном языке разработка системы письма более широкое использование цифровых технологий поскольку основным фактором является отношение членов общины к своему собственному языку также необходимо создавать социальную и политическую среду который будет способствовать многоязычию и уважению к языкам народов коренных народов чтобы использование этих языков стало преимуществом а не являлась недостатком и трудностью в интеграции адаптации в целях создания условий для сохранения изучения родных языков народов российской федерации являющихся национальным достоянием историко-культурным наследием в октябре 18 года указом президента российской федерации владимир Владимирович Путина был создан фонд сохранения изучения родных языков народов российской федерации помимо поддержки изучения родных языков на всей территории страны фонд занимается созданием учебников и словарей содействия подготовки преподавателей уважаемые коллеги ежегодно день родного языка с момента учреждения этого праздника ютиска широко отмечается в нашей стране проводятся конкурсы на знания родных языков научно-технические конференции презентации проектов читательские конференции разнообразных форум эти мероприятия уже повсеместно идут у нас по стране я заглянул перед нашей встречи сейчас в яндекс и увидел что практически с начала февраля школах учебных заведениях этнокультурных учреждениях идет активная серьезная работа на следующей неделе 21 февраля собственно и день объявленного праздника у нас состоится заседание национального организационного комитета по подготовке проведению 2022-2032 годах международного десятилетия языков коренных народов на заседании будут представлены глобальный план действий по проведению международного десятилетия разработаны под егидой юнеско а также план основных мероприятий десятилетия которые пройдут в российской федерации 22-32 года в рамках заседания планируется обсудить основные мероприятия в сфере образования и подготовки педагогических кадров участие объединение коренных молодчисленных народов российской федерации в подготовке мероприятий опыт субъектов российской федерации крупных промышленных компаний по подготовке и проведению десятилетий национальный организационный комитет создан распоряжением правительства российской федерации в июле прошлого года его состав входят представители федерального собрания общественной палаты российской федерации федеральных органов исполнительной власти органов исполнительной власти субъектов российской федерации ведущих федеральных учреждений Важная роль в решении задач сохранения языкового разнообразия принадлежит институтам гражданского общества, простым языковым активистам, которые все время отдают этому благородному делу. Постоянное внимание этим важным проблемам удивляется общественной палатой Российской Федерации, региональными палатами. В день родного языка наша комиссия по гармонизации междунациональных и межрелигиозных отношений совместно с Федеральным агентством по делам национальности, правительством Сахалинской области, промышленными компаниями, ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при поддержке Министерственной страны. Проводит заседание круглого стола сохранения и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, партнерства гражданского общества, государства и бизнеса. Участники круглого стола обсуждения вопросов сохранения и развития языков и культуры КМНС, а также практик взаимодействия партнерства, государства, бизнеса и общества для их решения рассмотрят в комплексе всех проблем, которые здесь существуют. Мероприятие проводится в Международный день родного языка в связи с открытием Международного десятилетия языка коренных народов. Вот я уже сказал, насколько широко у нас отмечается это событие в стране, вот уже назвал то, что прошло, то, что предстоит. И я думаю, еще всю следующую неделю, а может быть и дальше, мы все вместе будем обсуждать эту тему, корректировать, уточнять наши планы и действия на будущее. По традиции аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах нашей страны, будут направлены на решение современных проблем, реализации стратегии государственной национальной политики с акцентом на проблематику сохранения и развития русского языка и родных языков наших народов, нашей страны. Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы поприветствовать наше с вами замечательное мероприятие и выразить уверенность, что оно даст хороший старт всем нашим событиям, мероприятиям в этой сфере. А самое главное, поможет акцентировать внимание общественности, научных учреждений, органов власти на решение важнейших проблем сохранения и развития родных языков, русского и родных языков народов нашей страны. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Это замечательное, глубокое и очень важное начало, старт нашего форума. Дорогие коллеги, Светлана Константиновна, во-первых, скоро присоединится к нам, но, собственно, она нас и не покидает. Она слушает наши доклады и с нами всегда, как наш идейный вдохновитель. И не могу отказать тебе в удовольствии еще раз, Владимир Юрьевич, представить нашего следующего докладчика, посла доброй воли ЮНЕСКО, сопредседателя Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, Ачирову Александру Васильевну. Александра Васильевна, прошу вас. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно присутствовать среди профессионалов, общественных деятелей, лингвистов. Я по своему правилу буду делать акцент в своем выступлении как посол доброй воли и как философ, потому что не являюсь, к сожалению, лингвистом, но скажусь тем, что я поэт. Поэтому русский язык для меня и тема общего языка, она особенно актуальна. Я хочу передать большой привет от своих коллег по Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, от Григория Доваровича Женикидзе, потому что наше мероприятие проходит под эгидой данной комиссии. И важность этой темы, она очень важна. Я думаю, что для меня было бы правильно сакцентировать внимание на теме, содействуя языковому многообразию со стороны рассмотрения глубинных генетических, гносологических, энтологических аспектов языка в социокультурной динамике современной цивилизации. И, на мой взгляд, это позволило бы раскрыть генезис становления человеческого общества и объяснить его изначальную многообразную заданность. Что очень важно, потому что прежде чем говорить о стратегическом значении той или иной темы, мне кажется, нужно знать генезис, нужно знать научную сторону, чем важна научная дипломатия, и понимать те процессы становления того или иного важного для человечества явления на протяжении всей цивилизации. Как мы знаем, социокультурная динамика существовавших на Земле цивилизаций позволила человечеству сохранить свой род, прокормить его, наполнить свое существование культурой, наполнить духовностью, смыслами, что и по сей день является основой для всех народов и для человечества в целом для принятия положительных принципиальных стратегических решений. С точки зрения исторического процесса человечество всегда представляло из себя многовековую, многовекторную и многоступенчатую мозаику смены цивилизации. Эта вещь известна, она широко дискутируется, потому что она не потеряла своей актуальности. Цивилизации, которые всегда были наполнены своими ценностями, традициями, рациональными знаниями, со своей индивидуальной и коллективной идентичностью, языками, культурой, где культура всегда во все времена оставалась самой смыслообразующей сферой, соединявшей на тысячелетия пространства и времена цивилизации. С другой стороны, необходимо отметить, что культура всегда связана с языком, в первую очередь. Она основана на языке и на слове. И, как подчеркивали многие философы и писатели, что язык – это ключ дорога к цивилизации. Это ключ социального развития, это ключ его научного технологического прогресса и всех других сфер, которые непосредственно и системно влияли и продолжают влиять на устойчивость нашей цивилизации. Язык имеет великую роль, и он привнес в жизнь людей не только возможность общения, но и элементы устойчивости, элементы предсказуемости, содействовали формированию единства с другими людьми, чувства включенности и принадлежности к большой целостности. Именно поэтому язык является первым признаком любого народа, и это по существу носит сакральный характер. Каждый человек и каждый народ имеет свой язык, и именно эта прямая связь формирует у носителей того или иного языка определенный тип культуры, определенный тип идентичности, ментальности. Она формирует его самобытность и уникальность. Язык всегда играл, как уже подчеркивалось в начале нашего форума, всегда играл огромную роль в жизни общества. И поэтому не случайно, что следы развития того или иного народа всегда остаются в морфологических системах, в культурных кодах, в обычаях, в памяти, в эпосе, где язык всегда играет свою системообразующую роль. Замечу также, что этимологический ракурс исследований дает возможность погрузиться на очень большую глубину древних цивилизаций. И когда археология исчерпывает уже свои возможности, восстановление морфологических систем открывает новые тайны, ибо только язык формирует и сохраняет цивилизационную память, где особое место занимает единственное многообразие культур и народов. И поэтому мы связываем лингвистическое многообразие непосредственно с темой культурного многообразия, которым мы сегодня так дорожим. И подчеркиваем, что лингвистическая изначальность многообразия, она сыграла свою системообразующую роль в определении индивидуальной и коллективной изначальности человечества. И таким образом, именно гносилогические и онтологические аспекты, о которых мы очень часто забываем говорить, тем более не анализируем, аспекты и функции языка во все времена человеческой истории определяли пути развития человечества и мирового порядка, существовавшего на том или ином его историческом этапе. Подчеркивая коммуникативные и познавательные функции языка, можно определить, что язык – это то, в чем совершается мысль, но в этом акте творчества всегда слышится зов бытия. О каких бы проявлениях языка мы ни говорили, важным условием его существования всегда является человеческое сознание. И на сегодняшний день, на мой взгляд, это одна из самых главных тем метафизических и научных исследований языкознания. В этом смысле язык определяет сознание и взаимодействие людей и сообществ, формирует смыслы. Это самое устойчивое, что есть у человека и в конечном счете создает общество как принципиально новую форму бытия, ибо сознательная и целеполагающая деятельность человека неизбежно происходит в определенной символической среде, на конкретном языке, со своей знаковой системой, системой смыслов и понятий, категории, содержащих представление о мире. Сегодня с известной степенью допущения можно представить даже, на каких языках говорили древние люди и в какой степени это сравнимо с современной лингвистической картой. Величайшим культурным достижением от цивилизации, это не новость, но я не могу ее не подчеркнуть, является письменность, которая закрепила речевую информационную информацию знаковой системы. Здесь уже говорилось о том, что именно отсутствие письменности иногда является одной из главных причин исчезновения языков. Письменность, она в истории имела, безусловно, различные формы, которые постепенно расширяли познавательные, то есть гносиологические и коммуникативные функции языка. Я не буду об этом говорить, потому что это очень большая тема, но важно подчеркнуть, что первые очаги письменности появились очень давно, три тысячелетия приблизительно, если я не ошибаюсь, до нашей эры, в Китае, в Египте, в Двуречии, в других регионах мира. Особо важной стороной языка является его онтологический аспект, и в этом смысле я придерживаюсь сложившейся традиции, которая идет от Платона, и которая впоследствии была поддержана в первую очередь русскими мыслителями, Лоренским, Булгаковым, Ахомяковым, Лосевым, также такими западниками, как Гумбайт и Хадеггер. В противовес позитивистской логико-психологическим подходам, в онтологическом анализе языка подчеркивается связь человеческой природы и объективной реальности, когда за фонетическими и грамматическими особенностями языка стоит универсальная и надперсональная реальность. В рамках такого подхода человек выступает субъектом смысловой реальности через структуру языка и познавательное напряжение его сознания. Через язык эта смысловая реальность обретает бесконечную вариативность, что мы всегда наблюдаем в литературе, в искусстве и в других культурных сферах. Философское понимание гноциологических и антологических сторон языка как цивилизационных индикаторов в современных моделях мира – это необходимое условие стратегического подхода к вопросу сохранения лингвистического многообразия как актуальной мировой проблемы. На мой взгляд, топовая постановка этой темы связана с необходимостью гуманитарной модернизации и формирования в ее рамках нового ценностного подхода. Вопрос ценностного подхода, на мой взгляд, это одна из самых важных стратегических тем современных исследователей языка, политиков, общественных деятелей, преподавателей, переводчиков и так далее. И она непосредственно является важнейшей стратегической линией, связанной и с теорией познания, и с теорией отражения, поскольку вместе с теорией познания является равнозначной стороной этой теории. Она играет системообразующую роль в социокультурной динамике человечества, определяет цели и мотивации развития людей, равны как их взаимодействие с народами и культурами. Все это ценностный подход, на который мы, к сожалению, не обращаем внимания. И недостаточно говорить о технологиях каких-то конкретных акций, создания каких-то платформ и так далее, потому что, к сожалению, в мире сейчас отсутствуют стратегии. Они отсутствуют стратегии, и поиск стратегии во очень многих сферах на сегодняшний день для человечества есть поисковая задача. Для этого нужно активизировать гуманитарные науки, вспомнить, как рассматривался человек в древних античных философских системах, когда он рассматривался в той целостности и определялся как мера вещей, и не был вытолкнут в механистические системы выживания. В связи с темой разрушения языков следует помнить, что разрушение забвения коренных языков, о чем уже тоже здесь говорили, напрямую связано с разрушением смысла и ценности их носителей, что неотвратимо приведет к потере своей национально-культурной идентичности и лингвистическому саморазрушению, а вместе с тем и сотрет с лица земли то многообразие, которым мы так гордимся, которое пытаемся сохранить. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культуры, то есть ЮНЕСКО, призывает все страны и народы к сохранению лингвистического многообразия, а также к активации обучения детей на родных языках, что, как подчеркивается во многих документах, содействует дополнительному развитию способностей, интеграции процессов формирования идентичности и, что очень важно, развитию личностного или человеческого потенциала. Согласно Азусам мировых языков, во всем мире только 1% говорит на 95% из существующих в мире 6000 языков. Россия, многонациональное государство, об этом уже говорили, я думаю, перепись внесет свои коррективы в цифровые показатели, но я останавливаюсь на цифре 190 народов, и ее национальное многообразие по Конституции признано духовным богатством страны, охраняется государством. Но согласно Атласу языков ЮНЕСКО, в 2050 году около 5000 языков будут находиться в опасности. И если, например, мы возьмем Африку, подчеркивая ее культурное многообразие, ее уникальную самобытность, мы знаем, что на бытовом уровне используются народами Африки 2011 языков, но предпочтение на государственном и научно-образовательном уровне отдается одному из колониальных метрополий. Это как раз вот одна из тем, о которых говорил наш коллега Зорин, необходимость создания специальных платформ обучения. Подобная же проблема существует во многих латиноамериканских странах. Сейчас, с учетом важности темы, я хочу подчеркнуть, что ЮНЕСКО находится в процессе создания нового Атласа. И, кроме этого, предпринимает большие усилия по поддержке лингвистического многообразия. В интернете посвящено несколько конференций очень серьезных. Советую вам ее посмотреть, потому что интернет – это вообще особая тема, и тема информационной безопасности, мета-языков и так далее. И в интернете, и на телевидении углубляется, обсуждается тема на международных конференциях. В частности, в Коста-Рике была конференция. У нас несколько лет назад при участии Ирины Боковой, тогда генерального директора ЮНЕСКО, была в Якутске. Очень интересная конференция. И принимается в документах, которые обязательны для всех стран-участниц ЮНЕСКО, наиболее важными из которых являются декларации о культурном и лингвистическом многообразии. Известно, что, и мы помним, что 2019 год был объявлен Годом коренных народов. Наша Ассамблея принимала участие, сделала специальные мероприятия по этому поводу. И совсем недавно, вот это еще пока не прозвучало здесь, на нашем форуме, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила десятилетие коренных народов с 2022 года по 2032 год с целью обеспечения права и на сохранение, и на возрождение, на развитие, на их интеграцию в усилии по устойчивому развитию. Это особенно подчеркивалось на этой Генассамблее. Я надеюсь, что Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России и все те институты, структуры которых вы представляете, примет самое активное участие в решении этой очень важной темы и на концептуальном, и на прикладном технологическом уровне в это десятилетие для того, чтобы ни один язык не умер просто так, потому что его забыли, потому что это наша общая задача. Будем помнить, что язык – это история народа, это путь цивилизации каждого народа, каждого этноса, и цель сохранения лингвистического многообразия – одна из главных стратегических задач. Разрабатывать ее надо очень серьезно. Финансировать ее надо очень серьезно. И что эта задача направлена на сбережение каждого народа. Сбережение народа сейчас является темой нашей концепции национальной безопасности. Она обсуждается, эта тема сейчас в ООН, и я думаю, что она должна быть направлена на сбережение каждого народа в отдельности и всего человечества, чтобы мы нашли, определили свой язык и понимали для того, чтобы прийти к той цивилизации смысла, которая бы гарантировала наши права, право на жизнь и право разговаривать на своем языке, использовать те языки, которые сделали бы наше взаимопонимание главным индикатором нашей жизни. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, дорогая Александра Васильевна, за ваше, как всегда, очень глубокое выступление. И, пользуясь случаем, уважаемые коллеги, я всех вас приветствую от имени нашего генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Юрьевича Ленинова. Приветствую вас от имени Совета Общероссийская общественная организация Ассамблеи народов России, потому что именно две эти организации являются соорганизаторами нашего сегодняшнего форума. И, как уже было справедливо отмечено, что наш форум поддержан ЮНЕСКО, и мы проводим наш форум под эгидой комиссии ЮНЕСКО в Российской Федерации. И большая просьба Александра Васильевна передать наши слова благодарности Григорию Эдуардовичу Арджане Киев за ответственную секретарю комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО за поддержку не только нынешнего форума, но и многих наших мероприятий, которые мы проводим при поддержке и под эгидой ЮНЕСКО. И, конечно, Александра Васильевна, лично вам благодарность, потому что, несмотря на состояние здоровья, вы сегодня вместе с нами действительно сделали такой очень основополагающий доклад, такое приглашение к обсуждению. Нам очень приятно, что сегодня в работе нашего форума принимают участие представители разных стран, и важно, что нас поддержали Московский государственный юниверситет, и вот Ирина Аркадьевна Краева, ректор университета, любезно согласилась быть модератором, и с этим она, как всегда, блестяще справляется, исполняет функции модератора. Это и Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, и Кыргызский национальный университет имени Шуфа Баласыгина, Ливанский государственный университет, Горно-Алтайский государственный университет, Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, Мордовский государственный университет имени Агарева, Школа лингвистики, Высшей школы экономики. Мы видим, сколько высших учебных заведений к разных странам присоединились сегодня к нашей теме, к обсуждению языкового многообразия. Как уже сегодня было, как уже говорили, что действительно тема языка занимает особое место, и действительно язык является основой духовной культуры каждого народа. Пока есть язык, есть народ. Поэтому очень важно каждому из нас, вы как профессионалы, которые преподаватели, педагоги, обучаете студентов, педагогов. Мы со своей стороны, как представители институтов гражданского общества, тоже вносим свой вклад в сохранение языкового многообразия. И это действительно очень важно. Вот наш форум не просто в день, в Международный день родного языка, но и в год культурного наследия народов России, который в этом году проводится согласно указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И я благодарю всех вас, уважаемые участники форума, что вы поддержали нашу инициативу, потому что только объединив усилия, мы можем отстоять для будущих поколений нравственной традиции, этнокультурную и языковую самобытность наших народов и сможем передать богатый опыт и знания следующим поколениям. А сейчас я с большим удовольствием хотела бы подоставить слово Маргарите Николаевне Русецкой, нашему тоже давнему другу, партнеру, ректору Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, Маргарита Николаевна также является председателем Совета Ассамблеи народов Евразии по русскому языку и языкам народов Евразии. Пожалуйста, Маргарита Николаевна, вам слово. Спасибо, уважаемая Светлана Константиновна, коллеги. Вижу в моих окошках Ирина Аркадьевна, вижу, не все окошки умещаются на экране, вижу Наталья Евгеньевна. Всем доброго дня, рада, что мы с вами сегодняшний пятничный день проводим в такой, мне кажется, экспертной, очень доброй компании. Безусловно, языков, каждый язык важен и сохранение каждого языка значимо. Я в своем выступлении, если позволите, остановлюсь на таком инструменте сохранения и управления поддержкой любого языка, как аналитика и статистика. Если говорить о клубе больших языков, которому принадлежит и русский, то для каждого такого языка характерна своя система поддержки, продвижения, изучения этого языка, который включает, прежде всего, национальный институт языка. Мы, конечно, хорошо знаем о деятельности институтов Гето, Сервантеса, Конфуция. Безусловно, этими институтами наряду с программами курсового изучения языка, тестированием, методическими разработками, поддержкой педагогов ведутся и статистические, аналитические работы, которые в лонгитюдном формате отслеживают состояние языка во всем мире и принимают те или иные решения с учетом выявляемых тенденций. Ну, можно сказать, что и в нашей стране в далеких 60-х годах был создан свой национальный институт поддержки русского языка, институт Пушкина, и Виталий Григорьевич Костомаров, первый руководитель этого института, долгие годы определявший его развитие, и создавался как аналог национальных институтов языка и культуры, и поэтому, конечно, в своей деятельности мы ориентируемся на те лучшие практики, которые реализуются нашими партнерами. Вместе с тем, нужно сказать, что вот такие статистические отчеты, которые мы хорошо знаем, скажем, по деятельности института Сервантеса, большой многостраничный ежегодный отчет, или даже институт Конфуция, так называемый отчет «Цветные книги», где ежегодно публикуются данные о состоянии китайского языка, языков во всех провинциях, во всех территориях Китая, и продвижения китайского языка за рубежом. Вот у русского языка до последнего времени такого аналитического отчета не было. И я рада вам представить и рассказать, а, возможно, кто-то из вас уже и знаком с этим исследованием. Впервые два года назад институт Пушкина представил новый комплексный подход к оценке положения русского языка в мире на основе интеграции данных, его функционирования в разных сферах. Мы, конечно, исходим из того, что любой большой язык, его роль в развитии цивилизации, вообще в развитии современного общества, конечно, не определяется только числом говорящих на этом языке. Я прошу следующий слайд показать. Безусловно, по числу говорящих на русском языке в мире мы занимаем далеко не первые позиции. И 258 миллионов говорящих на русском языке – это данные предыдущей переписи, всемирной переписи населения, вместе с тем другой единой базы, которая бы показывала эти данные по всем языкам. У нас сегодня нет. Мы ждем о данных очередной переписи, вот со дня на день, теперь апрель нам обещают, когда мы увидим эти данные. Но пока оперируем только теми данными, которые уже, ну, в общем, десятилетней давности, ну, вместе с тем количество, я прошу прощения, вот параметр один, и вы видите, что мы только на восьмом месте по численности говорящих, и, конечно, нас опережают традиционный английский, теперь уже, ну, и китайский традиционно, и теперь уже, смотрите, и арабский языки, тоже французские языки. Это, ну, вот прямые конкуренты. Ближайшие конкуренты – португальский, индонезийский. Но вместе с тем, конечно, мы проанализировали и другие сферы, где языки функционируют. Следующий слайд, пожалуйста. И, безусловно, это для нас важный момент – языки международных организаций, языки международного диалога по самым разным направлениям сотрудничества. И из, вы видите, 23 проанализированных организаций, лишь 15 международных организаций русский язык имеет статус языка коммуникации. И, конечно, это информация, которая, ну, мне кажется, должна быть принята нашими органами государственного управления, государственной исполнительной власти, поскольку поддержка языка, и здесь Ирина Аркадьевна, конечно, эту проблему прекрасно знает и включена в решение этой проблемы. Требует и не только кадровой поддержки, и финансовой поддержки, и организационной. И это, конечно, общегосударственная задача. Безусловно, это и важный показатель публикации в научных базах данных. Мы посмотрели основные базы данных Web of Science, Scopus. Те базы данных, которые нравятся нам или нет, но вместе с тем сегодня являются основными, по которым оценивается вклад языков в науку. И сегодня 37 тысяч русскоязычных публикаций в этих базах. Причем это не только, далеко не только ученые из Российской Федерации. Здесь очень много наших коллег из других стран, и прежде всего постсоветского пространства. Небольшой комментарий. Интересно, когда мы посмотрели по отраслям науки, какие же именно ученые, представители каких наук вносят вклад в обеспечение вот этой позиции, пятой позиции, русскому языку как языку науки. Была у нас надежда, была надежда, что это гуманитарные науки, в том числе литература, ведение, филология, лингвистика. Нет. Оказалось, что медицина и исследования в области медицины на русском языке обеспечивают максимальный прирост вот этих публикаций. Ну, очевидно, что это косвенно отражает и активность в инновационной сфере, в научной сфере, в международных научных проектах. Поэтому думаю, что этот фактор очень важный. Хотя также коллеги, вовлеченные в проблематику, знают большая-большая боль, наша общая, что сегодня мы своими руками, внедряя вот эту технологию оценки эффективности науки через скопусы Web of Science, стимулируем ситуацию, когда русскоязычные исследования публикуются все больше на иностранных языках. Наши с вами российские ученые предпочитают сегодня сразу публиковать свои мысли, печатать статьи на английском языке. И таким образом корпус русскоязычных текстов, русскоязычных научных исследований объединяется. И в стратегическом отношении, о чем сегодня говорили уже выступающие, конечно, это тревожно. Сохранение корпуса русскоязычных исследований научных это тоже фактор национальной безопасности. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы посмотрели СМИ. Язык СМИ и по количеству СМИ, выходящих на русском языке во всем мире, лишь седьмое место пока занимает, или целое седьмое место, как посмотреть, 31 тысяча изданий на русском языке выходят по всему миру. Мы проанализировали по числу пользователей в сети интернет русскоязычного домена, русскоязычного, тех, кто выбирает русский язык для общения в сети интернет. И на всего десятое место. Обратите внимание, даже Япония опережает нас по числу пользователей в сети интернет. Но мы понимаем, дело здесь не в языке, дело здесь, конечно, в том, что далеко не все граждане Российской Федерации сегодня являются пользователями сети интернет. Это проблема интернетизации, цифровизации. И я надеюсь, что те государственные программы, которые сегодня реализуются в поддержку этой деятельности, приведут к тому, что и здесь мы поднимемся скоро с десятой позиции. Почему я на это надеюсь? Следующий слайд. Мы посмотрели и количество сайтов, самых востребованных сайтов в сети интернет. И вот тут ура! Оказалось, что несколько последних лет русский язык устойчиво занимает второе место. Да, с большим отрывом от английского, но вместе с тем среди востребованнейших сайтов в сети интернет оказались и русскоязычные сайты. И вы знаете, интересно, мы стали изучать, а что же это за сайты? Оказалось, что есть интересное исследование наших французских коллег по так называемой атлас электронных диаспор, где они как раз и рассматривают, что за сайты наполняют интернет. Так вот, зачастую, большая доля это сайты соотечественников. И из них только 51% чисто русскоязычные. А вторая половина это сайты и на русском языке, и на тех языках, где проживают соотечественники. Прекрасный, на мой взгляд, подход, прекрасный показатель интеграции, открытости и продвижения, конечно, ресурсов русскоязычных. И по характеристике эти сайты на 60% информационно-аналитические ресурсы содержат. И только потом уже идут блоги, различные мероприятия, творческие сайты. То есть русский язык в сети интернет это язык информации, новостей, аналитики. И мне кажется, это тоже интересная информация для размышлений. Отдельно, не могу не сказать, в странах СНГ, посмотрите, конечно, совсем другие подходы, совсем другая информация. Все же долгие годы на постсоветском пространстве, сегодня, а ныне, а в прошлом это Советский Союз, русский язык выполнял функцию языка общегосударственного. И вот посмотрите, мы оценили русский язык по его положению в государственно-общественной сфере, то есть насколько он используется как язык государственной коммуникации, есть ли сайты официальные на русском языке, используется ли он как язык документа оборота, публичной коммуникации. И вот такая получилась линейка по этому критерию. Следующий, пожалуйста, слайд. Это русский язык в сфере образования на постсоветском пространстве. Мы посмотрели численность изучающих русский язык в школах, колледжах, в вузах. И вот получили следующий разрез положения русского языка. Ну и посмотрели следующий слайд. Это русский язык в научной коммуникации на постсоветском пространстве. Ну вот такая получился такой расклад. Сразу хочу сказать, что, конечно, тревогу вызывает подготовка кадров высокой квалификации, преподающих русский язык на постсоветском пространстве. На последние три года чуть более 30 диссертаций всего защищено, а в некоторых странах вообще нет ни одной диссертации по направлению языкознания. Это говорит о том, что если так дальше пойдет дело, то преподавать русский язык в вузах будут люди без ученых степеней, званий. И мы, конечно, здесь не сохраняем русскоязычное, именно профессиональное сообщество высшей квалификации. Это, конечно, для нас задача. Но в целом хочу сказать, что по совокупности всех параметров, о которых я говорила раньше, русский язык сегодня в мире занимает пятое место. Буквально в ближайшие дни мы опубликуем следующий индекс, следующую его версию. Это расширенный уже, будет мониторинг больше новых критериев. Вы сможете его найти легко в поисковике, просто набрать индекс положения русского языка в мире. Но в заключении хочу сказать, что вчера состоялось очередное заседание из полкома СНГ по подготовке к проведению года русского языка как языка межнационального общения на постсоветском пространстве. Мы рассматривали программу мероприятий. Более двухсот мероприятий внесено в этот план всеми странами, участниками Содружества. И я уверена, что мы с вами не только праздничными мероприятиями отметим 23-й год, но и системными изменениями в части подготовки кадров, создания условий для качественного преподавания и изучения русского языка. Ну и, конечно, популяризация и просветительство на русском языке. Всем успеха, хорошего дня. И не могу не сказать в завершении. Сегодня 18 февраля день рождения пушкинской семьи. Такой знаковый для пушкинистов день. Поэтому, конечно, русское слово осенено этим светлым именем Пушкина. Я вас с этим днем поздравляю. И желаю нам сегодня хорошей работы. Спасибо. Спасибо большое, Покарина Харонна, за представление результатов и аналитики и статистических исследований. И мне кажется, коллеги, вы согласитесь со мной, что это повод не только задуматься, но и принять некоторые решения вполне конкретные. Мне очень хотелось бы сообщить уважаемому сообществу, что к нам планировал присоединиться большой друг нашей ассоциации и многолетний партнер и нашего университета и института имени Александра Сергеевича Пушкина Андрея Сантана, руководитель Международного университетского центра по Восточной Европе и Центральной Азии при университете Кадеса в Испании. Он не смог сегодня присутствовать, но мы его в любом случае приветствуем и приглашаем и ждем всегда принять участие в подобного рода обсуждениях и дискуссиях. С большим удовольствием хочу предоставить слово нашей коллеге из Института стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, доктору исторических наук, профессору и заведующей кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа Жебекса Нарбековне Сыздыковой. Пожалуйста, Жебекса Нарбековне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторам за такую организацию своевременную на очень актуальную тему, которая затрагивает, наверное, каждого человека независимо от места проживания, независимо от его национальности, независимо от религиозной принадлежности. То есть это то, что волнует каждого человека нашей планеты. События, которые случились после распада Советского Союза, конечно, показали, насколько актуальна эта тема. С изменением внешних границ оказалось, что проблема этничности, проблема языка является одной из самых актуальных. И, конечно, возникает вопрос, который предстоит еще решать, долго дискутировать, возможно, как можно и как нужно и что для этого нужно сделать, чтобы сохранить этническую идентичность. И для этого, конечно, очень много надо сделать для сохранения родного языка каждому представителю каждой нации. Что касается исследователей, на эту тему очень много написано разных, конечно, работ и по-разному рассматривают идентичность. конечно, в любом случае идентичность связывает очень тесно с языком. Но другой вопрос, как именно это происходит. Многие исследователи считают, что язык является одним из самых главных базовых элементов и этническая идентификация может идти в случае, когда человек обладает конкретно своим языком, которым часто как бывает он владеет с детства. язык еще является фундаментом для формирования иноционального самосознания. Ведь именно в языке человек получает полное, наиболее полное выражение своих основ всего того, что он впитывает с детства. И здесь, конечно, можно сказать, что язык это и есть такой основной, наверное, устойчивый признак этнической принадлежности. на сегодняшний день, конечно, очень много говорится об актуальности и если мы послушаем представителей различных народов, которые некогда проживали в Советском Союзе, конечно, этот вопрос поднимают на первый план. И во многом специалисты филологии знают, что проблема еще заключается в том, что многие республики, в частности в Центральной Азии, начали переход на латиницу. И здесь оказалось, что очень многое потерялось. Почему? Потому что сначала, вы знаете, была арабица, арабская графика, потом был переход на латиницу, потом опять случился такой момент, что после союза, после распада союза уже с кириллицей они опять начали переходить на латиницу. Здесь, конечно, происходит потеря очень многих, на мой взгляд, важнейших составляющих историко-культурного наследия, потому что одно поколение переходило на одну графику, а другое поколение делает рывок или, значит, новую, перевертывает новую страницу, осуществляет уже переход на другую графику или на другой алфавит. С моей точки зрения, эта проблематика еще недостаточной мере изучена, и, может быть, были моменты, когда это происходило очень быстро, поспешно, не всегда с учетом тех актуальных моментов, которые в таких процессах должны быть учтены. Этническая идентичность, это, конечно, вид социальной деятельности, и, значит, рассматривается в каждой конкретной этнической группе, иногда бывает по-разному, но потом, почему? Потому что мы знаем, например, допустим, в Югославии, да, бывшей Югославии, вернее, да, вот есть народности, которые относятся к славянам, а из-за того, что они исповедовали ислам, их начали относить к другой группе, да, и возникает такое сложное смежное представление, и, то есть, я хочу сказать этим, что при определенных исторических условиях возникают какие-то новые вещи, которые, новые направления или новая интерпретация, которая из себя представляет такую актуальную проблему, что предстоит изучать еще ученым, потому что часто так бывает, что идентичность иногда, с идентичностью иногда связывают только какие-то вещи, проявляемые в традиционализме, и поэтому, конечно, учет прошлого очень важен, и мы знаем очень много работ, которые были написаны известной российской ученой Дробежевой, где, значит, вопросы социальной идентичности, какие-то вопросы, связанные и психологическими категориями, были раскрыты. Ну, и, конечно, никто не стоит отрицать, что этническая идентичность выступает уже на уровне такого серьезного критерия, как я уже сказала, через язык, через культуру, через ту землю, где человек вырос, через то, что, как складывалось его воспитание, то есть, как он осознает свое историческое и культурное прошлое, да, насколько он знает обряды, обычаи своего народа, и здесь, конечно, большую роль играет и, значит, территория проживания, да, то есть, государственная принадлежность, вот, где гражданином какой страны, ну, какой страны человек является, и после распада Советского Союза мы знаем, что во многих республиках бывшего Советского Союза два языка действуют в равной мере, это русский язык и язык, как часто говорят, титульные нации, и в научном дискурсе часто бывают еще элементы, которые важны для обсуждения, это, конечно, духовно-нравственные ценности, всего этого цивилизационного пространства, я к чему говорю, вот, например, что касается Центральной Азии, я обращаю внимание, что ведь, когда туда пришла Российская империя, большинство жителей региона знали три языка, это считалось нормой арабский, персидский, тюркский, и вопрос языка для многих, вот, вернее, вот, языка не только одного, да, несколько являлся нормой, и мне кажется, в этом плане у нас есть возможность обращаться к историческому опыту, чтобы понять и, может быть, проанализировать те моменты, которые могли бы послужить некой основой для дальнейшего сохранения многоязычия, но, наверное, сейчас время показывает, что на каждому человеку, который живет в 21 веке, не избежать многоязычности, потому как, вот, сейчас выступила ректор Пушкинского университета, она сказала о том, что, значит, очень много языков являются активными, да, и я еще в 90-е годы говорила, уважаемые коллеги, как же вы не хотите, если, например, изучать русский язык, а как же вы будете разговаривать с соседями, да, потому что тогда надо изучать пять языков ваших соседей, а так как русский язык является языком межнационального общения, он все-таки дает некий выход за пределы своего государства. И на сегодняшний день, мне кажется, ну, есть понимание этого процесса, потому что, например, если люди одной национальности, которые проживают в одном государстве, составляют, допустим, по численности 30 миллионов, да, и русский язык в Российской Федерации знают 148 миллионов, и даже, чтобы рассказать о своих каких-то изысканиях, перевести свою книгу на язык очень важно, и еще будем помнить о том, что русский язык является одним из языков Организации Объединенных Наций. Поэтому, мне кажется, сегодняшний форум, тематика сегодня обозначенная, она, конечно, очень важна и для подрастающего поколения, учитывая, что многие из нас выходят в аудитории, являются преподавателями, и мы понимаем, что через междисциплинарные наши контакты, через междисциплинарные дискуссии и подходы, наверное, мы можем эту проблему поднять на новый уровень. И завершая, я хотела бы сказать, что мы сегодня через информационные коммуникационные сети видим, что через язык мы транслируем не только свои мысли, культурную составляющую, мы рассказываем о своих ощущениях, мы можем рассказать об этнической культуре, мы можем рассказать об языковых процессах и так далее. То есть язык является неким универсальным средством, когда человек через и знаковую систему в том числе, потому что многие сидят в соцсетях, может транслировать не только себя как личность, но и составляющую духовно-нравственную, свою идентичность, и поэтому конечно сегодня очевидно, что усвоение языка это процесс, который связан еще с самосознанием и здесь конечно очевиден, что существует неотъемлемый конструкт между языком и этничностью, этнической идентификацией. Поэтому я хотела бы сказать, что уважаемые коллеги, обращаясь и к молодым, и тем, кто сегодня, и ученым, что давайте помнить, что язык это хранилище всей нашей составляющей огромной культуры, не только нашего конкретно народа, или какого-либо народа, а скажем так, всего земного шара. Поэтому изучайте язык, берегите язык, и помните, что человечество сохраняется, пока сохраняются языки. Спасибо. Спасибо огромное, Жебекса Парбековна, и за ваш глубокий доклад. Темы языка и национальной идентичности, конечно же, являются основополагающими, базовыми для той проблематики, которую мы сегодня обсуждаем. И еще спасибо за очень теплое и эмоциональное отношение к этой глубокой научной теоретической, казалось бы, проблеме. Благодарю вас. Позвольте, дорогие коллеги, представить следующего докладчика. Делаю это с огромным удовольствием. Это наш эксперт из Республики Беларусь, наш большой друг, университет, возглавляющий университет, являющийся полной тезкой университета, в котором я работаю, Минский государственный лингвистический университет, раньше Минский ИНЯС, Наталья Евгеньевна Лаптева, ректор, кандидат педагогических наук. Прошу вас, Наталья Евгеньевна. Добрый день, уважаемые коллеги из Минска, от лица преподавателей Минского государственного лингвистического университета. Я очень рада приветствовать всех участников международного онлайн форума, который посвящен действительно очень важной для каждого человека, не только специалистов в сфере лингвистики, вопросов и теме, связанной с языком, который позволяет нам как феномен осуществлять взаимодействие, быть вместе и решать множество вопросов, проблем, находить взаимопонимание и приходить к достижению цели. В своем выступлении мне хотелось бы остановиться на вопросах реализации языковой политики в нашей республике на современном этапе. И вот здесь прежде всего, наверное, радостно от того, что мы созвучны с рядом позиций, которые услышали в выступлении Маргариты Николаевны и на одном из слайдов, касающегося распространению и использованию белорусского языка, языков в целом мы увидели белорусский язык на втором месте на слайде, посвященном системе образования. Жибек Сапарбековна справедливо отметила о том, что исторический опыт важный аспект, который должен определять наше отношение к языкам и, безусловно, наше отношение в определении роли языков в жизни государства. В этой связи надо сказать, что Республика Беларусь относится к тем государствам, в которых закреплены законом, закреплены два государственных языка. И для нас это белорусский и русский язык, два близкородственных славянских языка, которые исторически стали для нас достаточно неразрывным целым и рассматриваются для нашего населения по сути как два значительного части населения два родных языка. Вместе с тем, проводя анализ того, какие подсистемы национального языка нашей республики функционируют наиболее активно, представлены наиболее активно, мы справедливо отмечаем обоснованное, более широкое использование подсистем белорусского языка. Это мы наблюдаем на уровне белорусских народных говоров, но если смотреть на это с позиции, какие подсистемы мы часто слышим в быту в межличностном общении наших граждан и людей, проживающих на нашей территории, то мы замечаем, что это действительно часто белорусские народные говоры, которые сейчас становятся объектом научных исследований все чаще и чаще. При этом мы говорим о том, что динамика, которую мы можем проследить в отношении наших граждан белорусскому и русскому языков, подтверждающиеся итогами переписи населения 2009 года и последней переписью, проведенной 2019 года, позволяет наблюдать рост тех граждан нашей страны, которые называют белорусский язык родным и по сути в таком же динамическом росте мы видим отношение к русскому языку как родному. Поэтому здесь оба языка мы можем констатировать для нашей республики остаются равнозначными в своем использовании и в отношении наших граждан к двум славянским языкам. на каком языке больше разговаривают в нашей стране мы видим что это за большим преимуществом преимуществом русский язык, но отрадно видеть и то, что белорусский язык поступательно набирает более широкую более широкие масштабы в его использовании как языка общения при этом в домашних условиях. 1998 с момента признания и легитимного закрепления двух языков в статусе государственных мы видим поступательное и достаточно успешное решение основных задач языковой политики нашей республики. При этом направление основных задач мы наблюдаем в трех ракурсах. Паритетное использование государственных языков во всех сферах официального общения. Мы видим обеспеченное государством закрепленное на законодательном уровне гарантированность каждому гражданину Беларуси возможность получать необходимую информацию на любом из государственных языков. и вот если мы опять вернемся к информации представленной Маргаритой Николаевной о том например на каких языках ведутся сайты в нашей республике в государственных учреждениях сайты как правило ведутся на двух государственных языках. И третье направление это формирование двуязычной компетенции белорусского социума что видится вполне закономерно поскольку два государственных языка работают на всех уровнях жизнедеятельности нашего государства. И вот если мы посмотрим на все три главных направления означенных в языковой политике Республики Беларусь то мы все согласимся с более яркой ролью учреждения образования при решении задач связанных с формированием двуязычной языковой компетенции. И здесь наш университет безусловно участвует в реализации поставленной задачи определяя свою деятельность в двух направлениях популяризация расширения сферы использования белорусского языка и безусловно поддержание в актуальном состоянии современного русского литературного языка. Мне хотелось бы поделиться результатами нашей деятельности по этим двум направлениям. Прежде всего с радостью и с гордостью мы говорим о том, что успешно развивается наше сотрудничество с белорусскими журналами, в которых публикуются работы наших студентов, связанные с переводами литературных произведений в большинстве своем англоязычных на белорусский язык. За последние пять лет в указанных журналах было опубликовано более двадцати переводов. В этом году мы гордимся ребятами, разместившими свои работы, переводческие работы в журнале Номан. Буквально две недели назад мы получили благодарность от журнала за успешное взаимодействие с нашим университетом. Мы держим в поле нашего внимания и посвящаем значительную часть наших научных исследований изучению вопросов, связанных с белорусским и русским языком. При этом мы видим по направлениям наших исследований, указанных на слайде, что за последние пять лет много исследований выполняется в сравнительном аспекте белорусского и русского языков. Поскольку и русский, и белорусский преподается у нас иностранных, обучающихся, приезжающим и осваивающим образовательные программы в нашем университете, большое внимание мы уделяем методике преподавания русского и белорусского языков как иностранных. И здесь результаты работы наших преподавателей стали учебные пособия разработанные для тех, кто изучает русский язык как иностранный, русский язык и культура речи, и для тех, кто выбрал белорусский язык в качестве языка, изучаемого как иностранный. При этом надо сказать, что продвижение белорусского языка находит свое широкое воплощение в центрах белорусского языка за рубежом. Нам радостно от того, что эти центры представлены как на территории Российской Федерации, так на территории стран СНГ, и достаточно широко мы организуем и поддерживаем работу этих центров в различных странах, лидерами, среди которых, наверное, мы сейчас с уверенностью называем Китай, прежде всего, Индонезия присоединяется к числу стран, которые готовы изучать белорусскую культуру, прежде всего, и Пакистан. Ставя перед собой задачи на будущее, мы, по сути, в нашей государственной политике во многом сейчас следуем тому, что сохраняем наше бережное отношение к языкам. В этом году, 25 января, в преддверии Дня Белорусской науки, встречаясь с представителями научного сообщества нашей страны, президент республики определил наше стратегическое направление в языковой политике, на нашу ближайшую перспективу. И мы видим в том, что она связывается с тем, что русский язык мы знаем лучше, так сложилось, так получается, но родная белорусская мова повинна заставаться с нами. Поэтому мы будем продолжать сохранять, развивать русский язык и приумножать достижения белорусского языка. В этом мы видим наше бережное отношение и языка, и культуры. В этом мы видим дальнейшее развитие белорусской нации в содружестве прежде всего со всеми странами, которые используют русский язык в качестве языка межгосударственного общения. Большое спасибо. Спасибо большое, Наталья Евгеньевна, за очень информативный ваш доклад. И поверьте, мы болеем и за русский язык, и за белорусский язык. Дорогие коллеги, а мы переносимся из Беларуси в Кыргызстан. И следующий наш докладчик, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Канат Жалилович Садыков. И вы не поверите, совсем недавно, в последний раз, во всяком случае, мы с Канатом Жалиловичем встречались в Минске в гостях у Натальи Евгеньевны на форуме, где обсуждали диалог языков и культур. Пожалуйста, Канат Жалилович, ваше выступление. Спасибо большое, Ирина Аркадьевна, за представленную возможность выступить. И сегодня на этом форуме уже первые и приветственные выступления и содержательные доклады задали особые тонны, направления, но мое участие в этом представительном форуме было связано с тем, что тут два интереса сошлись, лично мои профессиональные, они связаны с тем, что в последнее время тема перевода эпических сказаний кризов на русский язык составляет одну из основ моих статей будущих, вместе с тем в контексте большой Евразии и евразийского единства проблема родных языков, сохранения, развития и вместе с тем межкультурный диалог между столь разнообразным этническим представителями этого разнообразного этнического мира на большом пространстве Евразии, это очень такая важная тема сегодняшняя, мы все находимся с вами в ситуации, ну скажем, такой активной геополитической картины новой, которая складывается на этом пространстве, и я считаю, что в общем-то темы все очень интересные. Что касается перевода эпических сказаний, то можно подчеркнуть такой аспект, что мы прекрасно понимаем и ставим знак равенства между такими вещами, как изучение языка и освоение культуры. Понятно, что без знания языка невозможно говорить о глубоком межкультурном диалоге и понимании, но вместе с тем, скажем, вот при подходах к этой теме, которую я сегодня для себя выбрал, мне хотелось бы задать такой вот вопрос, а что должно быть первично? Интерес к каким-то компонентам важнейшим этнической культуры или изучение сперва языка, а потом подход, скажем, к культурным каким-то важным маркерам этническим. Вот для кыргызов понятно, что в истории самой нации эпос на нас стал в свое время важным этническим маркером. в тот период, когда нужно было проводить определенные и территориальные, географические границы, этнические различия между, скажем, теми же самыми узбеками, киргизами и казахами, одним из важнейших этнических маркеров как раз стал эпос монас, который стал характеристикой, скажем, этнической принадлежности по этим моментом. Поэтому я считаю, что в принципе в нашей большой Евразии именно переводы, которые способствуют ознакомлению представителей различных этнических культур с друг с другом, с картиной мира, в целом, представленной в этих народных сказаниях, героических эпосах, может послужить очень-то очень важным механизмом открытия нового или иного этнического миропонимания. Я думаю, что не случайно в свое время очень большое внимание уделялось проблеме перевода эпосов народов СССР. И мы помним эту серию замечательную, которая сделала очень большую работу по переводу эпических сказаний, эпического наследия многих народов Советского Союза на русский язык. И в целом эта работа, я считаю, была сделана конечно еще и для того, чтобы исследователи скажем фольклористы эпосоведы получили такую прекрасную возможность ну скажем для того, чтобы оперировать этими переводами как источником для этих исследований. Но вместе с тем я хочу еще раз сказать, что и художественный перевод в целом всегда составлял ну скажем так важную часть вот такого процесса межкультурного познания и обмена. Вот что касается конечно очень богатого крыжевского эпического наследия, мы можем констатировать тот факт, что первые переводы Монаса были сделаны на русский язык и на немецкий язык. но это благодаря тому, что конечно там очень большая заслуга была Радлова, который опубликовал первично тексты в своих исследованиях в Германии, переиздал практически с помощью латинского алфавита крыжский эпический текст, записанный отрывок небольшой и очень значительную мифоэпическую поэму, которая показала богатство крыжевского эпического наследия. Но последующий период вот эти вопросы перевода они в общем-то сыграли очень важную роль не только в исследовании чисто фольклористических, но в целом для того, чтобы раскрыть все богатство этой традиционной эпической картины мира. Геводы, конечно, были разные, оценивание их могло бы занять, скажем, очень большую часть соответствующего исследования, но я в целом хотел бы обратить внимание на то, что мы сегодня в таком очень широком формате с вами обсуждаем очень важный вопрос сохранения родных языков и понимаем, что в принципе через сохранение родных языков мы движемся к поликультурному скажем миру, в котором образование тоже играет очень важную роль. И в этом поликультурном единстве я думаю, что роль перевода художественная должна быть поставлена достаточно высоко. И строители, организаторы сегодняшней конференции в лице Ассамблеи народов Евразии, ассоциации или комиссии ЮНЕСКО, также высшие учебные заведения я думаю, что могли бы в полной степени скажем для себя поставить вопрос о том, чтобы совместными усилиями скажем поднять вопрос о возрождении вот той серии эпосы народов СССР, которая могла бы звучать сегодня как скажем эпосы народов Евразии. И учитывая, что все-таки эпическая картина мира это в первую очередь передача мировоззрения целого этноса, его историко-культурный такой, в общем-то, феномен, можно было бы серьезно заняться этими вопросами, сделать это одним из важнейших проектов, скажем, нашей ассамблеи народов Евразии и подключить в этот процесс, ну, скажем, переводов именно на русский язык на пространстве Евразии. вот эти моменты. Ну, вот эта идея мне стала, скажем, в данном случае одним из таких, в общем-то, важных моментов, почему я сегодня вновь возвращаюсь к проблеме переводов и к проблеме и роли русского языка на этом большом пространстве нашей Евразии. Конечно, здесь мы должны понимать, что эта работа предполагает очень важные моменты, необходимо выбрать, сделать выборку этих текстов, эпических сказаний, нужно опираться на те варианты, которые являются наиболее высоко художественными, исходя из того опыта перевода, который существует эпосом «Антас» на русский язык, я хотел бы подчеркнуть, что один из удачных примеров произошел еще в далекие 50-е годы прошлого века, послевоенный период, обращение к эпическому наследию героического эпоса Крыжевского было связано скорее всего с актуализацией темы патриотизма, героизма, потому что вот эти темы составляют основу народного героического эпоса, но тем не менее переводы и образцы этого перевода дали очень удивительные примеры. Вам, наверное, как языковедам, специалистам будет интересно, что сурдийский эпос «Манас» конечно имеет свою специфику, но как художественный текст он опирается на определенный ритм, сохранение рифмы и одной из характерных черт является начальная литерация, когда на одну и ту же скажем на один и тот же гласный звук или согласный звук идет целая скажем так скажем ну тирада сказителя и самое удивительное что вот скажем Липкину Семену в тот еще период удалось сохранить и передать эти вещи я хотел бы хотя бы небольшой отрывок прочитать чтобы вы услышали как можно через русский язык передать такую особенность как алитерация русского эпоса Манас вот такой небольшой отрывок Алмамбет драгоценный мой Алькараном тебе клянусь Алтынай свою мать пощади Алчет смерти твоей Карахан то есть все на Ал 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 5-6 строках этого замечательного перевода и это очень сильно напоминает действительно реальный эпический текст вместе с тем здесь важна не только сама рифма я хотел бы обратить внимание что эпос это в первую очередь определенная картина мира картина мира которая передается через реальные или символические объекты в первую очередь пространственной временной картины мира и художники переводчики которые занимаются переводом эпических текстов в первую очередь должны акцентировать свое внимание не столько на стремление обязательно скажем сохранить такие характерные черты как ритм рифму а в целом должны достоверно и очень художественно передать картину миропонимания и тогда я думаю что мы все будем более точно и полно понимать в каком богатом мире мы живем и как интересен тот или иной язык и через него приближаться к пониманию культуры народов которые окружают нас и в том числе мы через эти переводы мы можем услышать скажем богатство родного языка не только кыргызского я очень подробно читаю якутские оланхо и алтайские эпические сказания и наслаждаюсь вот этими текстами считаю что все таки это многообразие таких достижений художественных не должно замыкаться внутри родного языка а быть представлено более богатым таком формате потому что русский язык на этом пространстве Евразии все таки выполняет очень важную роль в общем моста между разными культурами и языками этого пространства спасибо большое спасибо огромное мне представляется что в вашем выступлении вы затронули не только собственно важнейшую тему для языкового многообразия это переводы переводы классических произведений эпоса но и открыли для нас возможность подумать о новых направлениях деятельности если мы говорим о языках причем в некотором смысле это новое хорошо забытое старое и наверное отдельной темой встречей для нашей следующей встречи может быть роль переводов и не только переводов а издательской деятельности библиотечной деятельности в сохранении языкового многообразия и еще раз повторюсь что конечно важно чтобы мы знали эпос и классическую литературу друг друга но мы совсем не знаем современной литературы на евразийском пространстве и это тоже наверное нужно обсуждать спасибо огромное следующие выступающие садокладчики представляют Московский государственный лингвистический университет и кафедру недавно созданную нас в рамках деятельности нашего университета как базовой организации по языкам и культуре государств участников СНГ заведующий этой кафедрой женишкой Саматана Хухачиева и старший преподаватель преподаватель украинского языка директор центра украинистики Московского государственного лингвистического университета Ассоль Алексеевна Овстянникова дорогие коллеги прошу вас не забываем о регламенте и кстати говоря благодарю всех выступающих за строгое его соблюдение мы почти не выбились из графики пожалуйста коллеги добрый день уважаемые участники конференции у нас сегодня как Ирина Аркадьевна представила совместное выступление я начинаю завершает Ассоль Алексеевна прежде всего позвольте выразить слова благодарности организаторам этого замечательного мероприятия посвященного международному дню родного языка от имени дирекции базовой организации по языкам и культуре государств участников СНГ и кафедры языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья Московского государственного лингвистического университета разрешите поприветствовать вас и пожелать интересного живого и благотворного разговора у каждого из нас есть свой родной язык но удивительным образом мы понимаем друг друга и все благодаря великому и могучему русскому языку мы все родом из СССР где говорили на одном общем языке и понимали друг друга что называется с полуслова или даже полузгляда не случайно в Советском Союзе русский язык называли языком межнационального общения непростых 90-х каждая республика пошла по своему пути развития в части общения это привело к тому что молодежь в основном говорящая на своих национальных языках что безусловно правильно и необходимо перестала общаться между собой на русском языке и потому есть и этом есть множество примеров сегодня мы снова возвращаемся к пониманию того что для межнационального общения и взаимопонимания просто необходим язык который знает и понимает все тем более что большинство стран СНГ многонациональны но на постсоветском пространстве альтернативы русскому языку просто не существует поэтому в нашем университете работают факультеты и институты главной задачей которых является обучение русскому языку и культуре иностранных студентов из дальнего и ближнего зарубежья кроме того реализуются углубленные программы обучения русскому языку российских студентов в рамках основных образовательных программ речь идет о переводчиках которые должны в совершенстве владеть не только иностранными языками но в первую очередь своим родным русским языком также в Московском государственном лингвистическом университете уже более 20 лет на профессиональной основе преподаются языки стран СНГ и ближнего зарубежья где российские студенты изучают 9 языков бывших советских республик как иностранные и как вы понимаете основой обучения национальным языкам является русский язык что подтверждает его важную объединяющую роль на постсоветском пространстве практика показывает что изучение любого иностранного языка наиболее результативно если он осваивается через призму культуры народа носителя этого языка так в нашем университете успешно работают центры различных языков и культур постсоветских и восточноевропейских стран армянский азербайджанский казахский киргизский румынский таджикский украинский узбекский и грузинский главная задача этих центров заключается в проведении различных мероприятий научно-образовательного и культурно-просветительского характера совместно с представителями диаспор общественных организаций стран СНГ и посольствования стран Содружества это круглые столы конкурсы конференции встречи с видными деятелями науки и культуры писателями и поэтами организуется Вне культур государств участников СНГ такие мероприятия проводятся один-два раза в месяц большая кропотливая и трудоемкая работа по изучению языков и культур наших народов веками живущих рядом друг с другом привела к замечательному и закономерному итогу создания кафедры языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья хочу подчеркнуть что такая кафедра существует только в нашем университете и я пользуясь случаем хочу еще раз отметить огромную роль в этом ректора Московского государственного лингвистического университета Краевой Ирины Аркадьевны наш университет вуз лингвистический и сегодня более 100 студентов изучают в нем языки стран Содружества основная миссия университета это воспитание поликультурности через глубокое обладение студентам как минимум двумя иностранными языками и соответственно изучением ими культуры традиции истории обычаев тех стран и народов чьи языки включены в образовательную программу не могу не отметить тесное взаимодействие нашего университета с посольствами стран СНГ общественными организациями ассоциациями научными учреждениями мы понимаем активное участие принимаем активное участие в перекрестных годах России и стран СНГ во всех мероприятиях связанных с этими важными событиями а порой и во встречах лидеров наших стран страны СНГ объединяет общая многовековая история и культура особую объединяющую роль играет память о Великой Отечественной войне и эту память мы обязаны бережно хранить и передавать молодому поколению нас объединяет общие обычаи и традиции богатое культурное и литературное наследие перечислили лишь несколько имен наших знаменитых писателей Чингиза Итмата Тарас Шевченко Алишер Наваи Нодар Думбадзе Ванес Туманян Чингиз Абдулай Иоан Друце и многие другие русский язык был и остается для нас языком межнационального общения и в этом наше преимущество мы все еще к счастью понимаем друг друга давайте же будем делать все что от нас зависящее от нас зависящее чтобы развивать объединяющие традиции великого русского языка на благо наших стран и народов передаю слово своей коллеге Асоль Алексеевне как вы понимаете изначально родными языками страны Сенгрия и Брежима и Зарубежья являются только для преподавателей нашего университета которые являются носителями этих языков и именно этот момент для нас принципиально важный и к чести наших педагогов скажу что в процессе обучения и на выпуске наши языки становятся для многих студентов по сути родными именно с ними они связывают свою дальнейшую профессиональную жизнь но нужно еще взять во внимание что в процессе обучения многие начинают использовать изучаемый язык в быту сначала как бы играючи а потом постепенно начинают общаться между собой только на нем если говорить о языках страны Сенгрия то ни для кого не секрет что ни один студент поступая в МВУ никогда не пишет в анкете о желании изучать один из них поскольку не рассматривают наши языки в качестве иностранных поэтому когда студенты узнают что они будут изучать как второй иностранный например не испанский немецкий французский китайский или другие западные или восточные языки а один из языков самых ближайших соседей реагирует как правило с удивлением несколько слов о моем личном опыте преподавания украинского языка если тюркские языки которые преподают мои коллеги еще как-то воспринимаются как иностранные то есть украинским намного сложнее поскольку бытует мнение что это или практически русский поскольку много общей лексики или даже что это диалект русского а значит и учить его особо нечего поэтому представьте какой сложный всегда бывает первая встреча и знакомство когда в аудиторию приходят в самые настоящие ежики но начинается процесс обучения и уже с первого занятия когда оказывается что одним из самых больших больших по мне преткновения является произношение а потом и ударение это вообще проклятие для русскоговорящих приходит понимание что процесс изучения будет не таким уже простым основная сложность в изучении украинского как раз и заключается в родственности с русским языком очень сложно не оказывается для произношения слова в которых чередуются мягкие плодбессогласные например элементарное простое слово политика на украинском звучащее как политика вызывает большие трудности или слово университет университет то есть переучить произносить по-другому привычные слова достаточно сложно и все мы хорошо знаем что лучше учить с нуля чем переучивать ну и во многом процесс изучения украинского что касается произношения как раз исходец процесса схож с процессом переучения еще один сложный момент при изучении украинского это удаление оно как и в русском подвижное и может ставиться на любое слово но если это слово новое совершенно по-другому звучащие это один вариант но если удаление отличается в словах совершенно одинаковых тогда и начинаются настоящие открытия ну например такие слова как олень в русском языке и олень по-украински подруга и подруга там спина спина и так далее еще один момент очень часто одно и то же слово в разных русских контекстах совершенно по-разному переводится в украинском да это есть во всех языках безусловно но если эта пара языков совершенно разных тогда мы просто учим новые слова тогда это слово вроде как знаешь но вставляешь его в другой язык не задумываясь насколько может измениться квалитекст при неправильном употреблении слов ну такой пример слово речь в русском это и устное выступление и язык как процесс говорения и родная речь в украинском во-первых есть слово речь очень исходное с русским но оно переводится как вещь и с речью не имеет ничего общего а устное выступление уже будет у нас про мова язык как процесс говорения мова у меня а родная речь видно мова еще одна сложность это несовпадение рода например слово сибирь женского рода а в украинском сибирь мужского и так далее но можно продолжать конечно бесконечно приводить примеры но наверное на этом мы поставим точку и все это я веду к тому что через язык наши студенты начинают понимать что хоть во многом мы одинаковы но и во многом разные а знание языка это ключ к пониманию менталитета и культуры другого народа и к счастью уверенно мы можем сказать что группы наших студентов изучающих языки страны снега и ближнего зарубежья самые дружные в университете и тому есть несколько причин во-первых каждый из наших преподавателей ищет индивидуальный подход к студентам ближимое желание заинтересовать новым языком и культура явить любовь к новому языку открыть новые миры и горизонты и на выходе повторюсь для многих наши языки действительно становятся вторыми не иностранными а вторыми родными именно с ними они связывают свою дальнейшую карьеру и профессиональный рост ну и в завершении хочу обратиться ко всем участникам нашего форума есть такая поговорка хороший сосед ближе родственника и отдавая должное изучение классических неравных языков важно хорошо знать языки своих ближайших соседей мы часто направляем наших студентов и медистантов в страны сотрудничества и поверьте когда они говорят на языке страны побывания это вызывает непередаваемый восторг местных жителей и дополнительные проявления традиционного гостеприлиста дорогие участники желаю всем нам благотворной работы интересного общения и выработки концептуальных решений в нашем общем и важном деле спасибо огромное за внимание спасибо большое коллеги последние выступления дает нам хороший повод перейти от фундаментальных теоретических стратегических и аналитических сообщений к новому блоку который называется проекты ассамблеи народов России и ресурсного центра в сфере национальных отношений по сохранению и продвижению родных языков народов российской федерации и здесь я с удовольствием передаю слово сопредседателю совета ассамблеи народов России директору ресурсного центра в сфере национальных отношений Евгении Абрамовне Михайловой пожалуйста спасибо спасибо большое я с удовольствием сейчас представлю эту площадку промодерирую и мои коллеги расскажут вам об очень интересных проектах но я бы хотела начать если можно вот с прекрасных слов которые сейчас Ассоль Аликсеевна сказала замечательные слова о том что знание языка это ключ к пониманию культуры и менталитета народа вот это вот золотое вообще золотые слова именно этой мысли этой истиной мы пользуемся когда разрабатываем наши проекты мы уделяем действительно серьезное внимание сохранению и продвижению родных языков народов и они для нас конечно мы прекрасно понимаем являются основой сохранения и продвижения культурного наследия народов Российской Федерации народов нашей прекрасной необъятной страны в 21 году мы получили гранты в 21 и 22 году реализуем именно языковой проект связанный с сохранением родных языков который называется «Всяк сущий мне язык» я думаю что автора цитаты мы представлять не будем все его прекрасно знают мы реализуем этот проект совместно с школой лингвистики высшей школы экономики и сейчас я хотела бы предоставить слово для рассказа об этом проекте куратору научной деятельности в рамках этого проекта кандидату филологических наук доценту школы лингвистики высшей школы экономики Козлову Алексею Андреевичу Алексей Андреевич прошу вас добрый день я просил бы показать презентацию если можно да я очень коротко расскажу о нашем проекте и остановлюсь потом подробнее на одном из кейсов над которым мы работаем в его рамках значит целью нашего проекта является сохранение языков и культур народов России посредством формирования комплексного подхода к работе с малыми языками и тестирование такого подхода на нескольких очень разных языковых сообществах как пилотные мы выбрали следующие языковые сообщества макшанский язык один из двух языков Мордовии северный хантыйский ливиковский карельский и нанайский языки очень разные языки очень разные языковые ситуации иногда похожие иногда разные проблемы поняв языковую ситуацию мы проводим образовательно-просветительскую работу с целью популяризации знаний о языковой экологии о том как языкам миноритарных сообществ правильно и гармонично существовать в содружестве с другими языками распространенными на этой территории в этих сообществах и важным аспектом нашей работы является создание информационно-ресурсной среды в частности сайтов и пабликов в социальных сетях с материалами по данным языкам остановлюсь на этом чуть-чуть подробнее важно чтобы языки чувствовали себя комфортно в электронной коммуникации к сожалению не все из изучаемых в нашем проекте языков чувствуют себя довольно достаточно комфортно в электронной коммуникации в мессенджерах и вообще в интернете если можно действительно следующий слайд остановлюсь подробнее на социолингвистических экспедициях которые были проведены в рамках нашего проекта Аланецкие и Пряжинские районы республики Карелия село Казым центр так называемой Казымской тундры Белоярского района Хантамансийского автономного округа Темниковский район один из северо-западных районов республики Мордовия Макшанский язык село Дада и другие села Хабаровского края которых распространен на Найский язык В экспедициях мы не ставили себе задачи количественной оценки владения языком а ставили задачу применить качественные лингвистические методы а также методы социальных наук к пониманию глубинных процессов лежащих в основе формирования текущих языковых ситуаций ладон я просил бы да вот да некоторые отмеченные проблемы я бы сейчас так как у меня не очень много времени остановился бы на конкретном кейсе тем более что здесь есть коллеги из Мордовии интересные факты про темниковский район республики Мордовия город темников и много раньше довольно крупных сел которые были колхозы вокруг города темникова сейчас к сожалению есть сильный отрок трудоспособного населения вне мордовоязычные места в основном это Москва также город Саров по понятным причинам да и разные населенные пункты республики Якутия как ни странно где большая мордовская диаспора но там вне мордовоязычных местах язык к сожалению сохранится довольно плохо даже если например мордовка выходит за русского на территории темниковского района как правило хотя это не обязательно должно быть так но как правило дети от смешанных браков говорят только по-русски они усваивают от родителей например оба родных языка далее нужно сказать что языком слабо пользуются при электронной коммуникации хотелось бы здесь чтобы макшанский язык мог перенять опыт например хотя бы муртского языка у которого есть большие позитивные работки в сфере электронной коммуникации чтобы люди комфортно себя чувствовали и понимали что действительно это возможно и ничего странного в этом нет то что сейчас к сожалению очень многие наши респонденты говорили что например две родные сестры которые в жизни между собой говорят на родном языке почему-то при переписке в мессенджерах используют русский язык изучающихся средней школы одной из двух средних школ города Темникова в которой больше процент детей из сел а именно средней школы номер два макшанским языком к сожалению владеют единицы в частности и даже дети из мордовских семей примерно процент такой что два три человека из классов 30 человек владеет макшанским языком вот если можно следующий слайд есть позитивные аспекты которые заставляют нас смотреть на ситуацию с осторожной радостью и понимают что есть точки развития и что есть надежда на продолжение очень гармоничного существования макшанского во многоязычной среде следует отметить во-первых чрезвычайно творческую и активную деятельность учительниц родного языка как учительниц сельских школах так и учительниц городских школах у них не так много учебных часов они ведут активную внеурочную деятельность и дети с большим удовольствием участвуют во всяких внеурочных активностях посвященных что опять же немаловажно как языку так и родной культуре да от например языковых олимпиад организации именно силами детей деятельности школьного музея этнографического вот и это в обеих школах города темникова чрезвычайно активная деятельность что не может не радовать то что это создает ценностное отношение к родному языку детей причем не только у детей из мордовских семей но и детей из например русских или татарских семей очень интересная опять же очень многоплановая деятельность районного дома культуры и сельских домов культуры на их базе существует несколько ансамблей фольклорных все время проводятся разнообразные мероприятия в которых действительно не для галочки а с большим интересом участвуют ну в основном конечно участники мероприятия люди среднего и старшего возраста но у нас были респондентки от 18 до 25 лет которые тоже с большой радостью участвовали в таких мероприятиях вот и эта деятельность идет совершенно не по инерции очень неплохо развивается нужно отметить что она пережила пандемию и неплохо как раз это очень важно для макшанского языка неплохо это она эти активности конвертировались в онлайн вот и были разнообразные конкурсы видеороликов например песен на родных языках из наших дальнейших планов в наши дальнейшие планы в частности входит проведение вебинаров для местной интеллигенции для носителя языка цели популяризации знаний языковой экологии и обсуждения решений которые могут быть применены каждому из языковых сообществ приведение круглых столов посвященных проблемам сохранения продвижения языковых языков родных языков опять же в каждом из этих сообществ мы заканчиваем делать инновационные онлайн разговорники направленные на детей и внуков носителей языка которые не усвоили язык в детстве но очень хотят его усвоить эти разговорники будут размещены в сети интернет и будут кроме текста содержать аудио что облегчит конечно проблемы с восприятием иногда довольно сложной графики и звуковой системы этих языков вот кроме этого мы планируем провести ориентировочно в конце весны начале лета научно-практическую конференцию с обсуждением и презентацией результатов нашего проекта спасибо большое спасибо Алексей Андреевич я хотела бы сказать что действительно у нас планируется еще большая работа по проекту и я рада что мы ее ведем и данные языковые группы о которых мы говорим они у нас пилотные язык нашей экспедиции наша работа в данном направлении она сейчас ведется в пилотном режиме и мы надеемся что на конференции мы сможем протранслировать опыт полученный в рамках проекта и тиражировать этот опыт и как бы поделиться этим опытом с нашими коллегами в частности с присутствующими здесь мы уже начали делиться этим опытом дорогие друзья я хотела бы сейчас еще сказать об одном проекте в 21 году мы выиграли грант фонда изучения сохранения изучения родных языков народа российской федерации на проект на проект который называется в гостях у носителей языка и как мне кажется в рамках проекта мы разработали несколько именно новых интересных подходов к привлечению молодых людей к языковой тематике и вот именно об этом привлечении молодых людей к языковой тематике поговорить сейчас руководитель данного проекта а по совместительству еще и руководитель пресс-службы ресурсного центра в сфере национальных отношений засядька Анжелика Сергеевна Анжелика Сергеевна прошу ваше слово Ресурсный центр в сфере национальных отношений в партнерстве с Ассамблеей народов России и Поволжским центром культур финно-угорских народов при поддержке фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации провели в Республике Мордовия медиаобразовательный блок-тур в гостях у носителей языка ресурсный центр пригласил молодых блогеров ведущих социальные сети на родных языках принять участие в конкурсном отборе на участие в блок-туре по сельским районам Республики Мордовия где им предстояло познакомиться с культурой двух мордовских народов Мокша и Эрзе в том числе с языковой культурой и рассказать о ней своей аудитории в социальных сетях на участие в поездке претендовало около 30 человек все эти авторы пишут в социальных сетях на родных языках чувашском алтайском бурятском ненецком чеченском на коме языке татарском башкирском макшанском кто-то из них проводит целые обучающие челленджи и языковые уроки в инстаграме а кто-то создает мультфильмы на родных языках все блогеры в своих постах говорили о важности продвижения родного языка в медиапространстве и отмечали что мечтают познакомиться с другой культурой и отправиться в путешествие но предварительный отбор прошли не все кандидаты на поездку встретились с куратором проекта в режиме онлайн собеседования в чувашии основные языки это чувашский и русский но к сожалению даже в школах хотят прекратить обучение чувашского языка что очень плохо но правительство борется в своем блоге я рассказываю о культуре алтайского народа об их искусстве об истории иногда и с удовольствием изучаю веду так скажем такие параллели между культурой тюркских народов ну и других народов в том числе тоже у нас заложено так что каждый башкир он волей-неволей популяризует свой язык потому что у нас очень сильный патриотический дух что я лично делаю по этому поводу еще я являюсь я являюсь поэтом пишу стихи стихотворения на своем родном языке пропускаю книги подглавляю движение молодых поэтов и еще являюсь организатором барбовского фестиваля кофьюла млешный путь монучан эсэнд мордовиаса я жду вас в Мордовии и очень рада что этот блок-тур пройдет именно у нас потому что я как поняла немногие знают про Мордовию когда я например бывала где-то за границей ну и даже в России где-то далеко когда я говорю что я из Мордовии все переспрашивают Молдовия Монголия что это вот нет это Мордовия республика Мордовия и мы настолько богаты что у нас есть даже целых два национальных языка это макшанский и ирзянский вот я макшанка я даже будучи в Оренбургской области я даже не слышал где это Мордовия находится и честно я даже не знаю когда тут добираться но сейчас благодаря билетам кое-как доберусь сегодня я уже выезжаю только шесть блогеров приехали в Саранск в столицу республики Мордовия чтобы принять участие в блок-туре съездить в гости к носителям языка и седьмой блогер ожидал команду в Мордовии Оксана Белкина живет и работает в Саранске и хорошо знает макшанский язык Республика Мордовия уникальна по языковой культуре сегодня здесь используются два родных языка макшанский и эрзянский именно поэтому Мордовия была избрана организаторами местом встречи блогеров медиа образовательного блок-тура в гостях у носителей языка языки считаются разными но очень похожими близкородственными макши и эрзи прекрасно понимают друг друга но для этого нужно находиться среди то есть если я макшанка мне нужно несколько дней быть среди эрзиан чтобы понять о чем они говорят в первый день понять сложно Открытие медиа образовательного блок-тура состоялось 18 ноября на медиафоруме Шумбрат Финна Угрея Туристическая в Мордовском государственном университете имени Огарева О целях и задачах блок-тура рассказала координатор проекта руководитель пресс-службы Ассамблеи народов России и ресурсного центра в сфере национальных отношений Анжелика Засядько У вас есть очень хорошее такое богатство которые туристически привлекательны это два ваших языка Мокши и Эрзи которые стали привлекательными для нашего медиа образовательного блок-тура в гостях у носителей языка и семь представителей из разных российских регионов молодые блогеры по носительной рукой вот они они приехали специально чтобы изучить то как народ в Мордовии сохраняет, развивает, популяризирует свой язык В медиа образовательном семинаре блок-тура кроме приехавших в Саранск блогеров приняли участие студенты Института национальной культуры Мордовского университета имени Огарева На следующий день блогеры вместе со студентами отправились в сельские районы республики Одна группа уехала в село Теризморга другая в подлесную таблу В музее этнокуда имени Ромашкина молодых людей ожидала насыщенная культурная программа с демонстрацией свадебного обряда зажигательными народными песнями фольклорно-этнографического ансамбля «Талава» «Мать огня» дегустацией национальных блюд и мастер-классом по изготовлению тавлинской игрушки от Петра Владимировича Рябова председателя общественной организации «Союз тавлинских мастеров Эремейс» Владимир Иванович, когда приобрел этот домик он все старое отмылся, скоблил и всем этим пользовался и видя его трепетное отношение к вреданиям старины глубокой что касается и в духовном плане и материальном плане вот мы работники музея тоже решили создать такой этнографический отдел А в это время в Теризмарге студентов и блогеров знакомили с особенностями языковой и бытовой культуры мордовского народа В селе Зарубкино Зубово-Полянского района на уютной кухне Ирины Ивановны Тюжаевой блогеры познакомились с национальными особенностями приготовления блинов по макшанскому рецепту Местный фольклорный коллектив «Ляйни» погрузил молодых блогеров в песенную традицию сохранения и передачи языка новым поколениям После чего блогеры устроили с ансамблем настоящий танцевально-песенный батл Результаты тут же стали набирать просмотры в Инстаграме, ТикТоке и ВКонтакте Кульминационным моментом поездки молодых блогеров в Республику Мордовия стал круглый стол по методам сохранения, изучения, развития и популяризации родных языков в современных условиях Блогеры обсудили различные способы работы в сфере языковой культуры и выделили ряд предложений которые войдут в рекомендательную инструкцию медиаобразовательного блоктура На утреннем ток-шоу в Мордовском университете имени Огарева блогеры объявили о создании сообщества языковых активистов новых медиа Мы вас тоже благодарим Теперь каждый из них является амбассадором данного сообщества и готов не только в социальных сетях развивать языковую культуру но и выступать в качестве организатора реальных мероприятий которые будут способствовать популяризации и развитию родных языков как среди молодежи так и других категорий населения нашей многонациональной страны Я пришла к мысли что я хочу открыть или организовать литературный клуб читаем на алтайском языке где мы будем читать наши любимые произведения это могут быть стихотворения эссе на алтайском и в дальнейшем возможно мы будем читать на камеру с целью продвижения популяризации алтайского языка алтайской литературы Медиа образовательный блок-тур в гостях у носителей языка завершается конкурсом пост материалов о маленьких открытиях и больших планах которые участники озвучили как на круглом столе в селе Зарубкино так и на утреннем ток-шоу в Мордовском государственном университете хочу сказать что я по вам скучаю что Мордовия по вам скучает это были мега супер активные 4 дня вы знакомились с нашей культурой мы знакомились с культурами ваших народов считаю что это очень бесценно и надеюсь что организаторы продолжат этот проект и далее это был бесценный опыт так как удалось прикоснуться к истории, к культуре народов Республики Мордовии нашла новых друзей завела новые интересные знакомства и пользуясь случаем передаю огромный пламенный привет этот блок-тур этот проект знаменателем и особенно тем что он направлен на популяризацию на сохранение языков России российских языков народов России в первую очередь это знакомство с интересными людьми это знакомство с ребятами из других регионов которые тоже представители и носители своего языка родного мы также дальше продолжаем общаться мы также дальше планируем объединиться и воссоздание какого-то особенного проекта между несколькими языками народов России ценность данного блок-тура заключается прежде всего в людях отдельная благодарность организаторам проекта которые смогли на одной площадке объединить представителей разных национальностей разных регионов нашей огромной страны и подарить уникальную возможность погрузиться в культуру, традиции, обычаи народов Мордвы для меня это новая республика в которой я ни разу не бывала мне она очень понравилась своим народом традициями, обычаями я открыла для себя много нового и интересного хочу сказать большое спасибо Анжелике Сергеевне которая смогла собрать такую классную команду где все сплощенно работали я очень всех полюбила я очень надеюсь, что мы будем работать вместе дальше я познакомилась с открытыми, удивительными людьми такими же этноблогерами, так и я которые любят свой народ, свою республику и конечно же любят свой язык поэтому после прохождения медиа-образовательного блок-тура в гостях у носителей языка у нас с ребятами есть много планов поэтому ждите, смотрите и вы узнаете об этом первыми, я надеюсь я мечтаю еще обязательно вернуться в республику Мордовия Собранный и опробированный опыт будет тиражироваться на открытом для широкой публики лендинге размещены фото и видеоматериалы блок-тура здесь же скоро появится рекомендательная инструкция языковых активистов новых медиа по сохранению, продвижению и популяризации родного языка в современных условиях подобные формы работы являются эффективным способом вовлечения молодежи процесс межнационального взаимодействия и сохранения национальных языков и культур приглашаем присоединиться к сообществу языковых активистов новых медиа QR-код поможет быстро попасть на сайт проекта да здравствуйте коллеги, очень рада присутствовать сегодня на онлайн форуме тем более, что языковая тематика нас как-то очень сильно так поглотила можно сказать, все наши интересы мы теперь живем с этой темой после того самого медиа образовательного блок-тура в гостях у носителей языка о котором уже сказала Евгения Абрамовна этот проект, он был очень быстрый такой молниеносный буквально четыре дня поездки нужно было приготовить за месяц мы его разработали, провели конкурс среди молодых пользователей социальных сетей кто в своих социальных сетях ведет аккаунты на родных языках и выбрали буквально шесть человек тех, кто представляет свои родные языки не повторились ни в одном языке не повторились ни в одной территории вот эти ребята уже в республике Мордовия мы ездили в два таких региона где именно жители используют свой родной язык в быту, в культуре и нашей задачей как раз было изучение изучение сохранения методов развития методов популяризации родного языка вот именно в этой вот среде среде, где родной язык используется очень активно мы хотели не просто познакомиться с этой культурой с языковой культурой но и рассказать еще и о своих языковых культурах которые представляет каждый из этих вот молодых людей для того, чтобы после блоктура можно было бы издать рекомендательную инструкцию для своих сверстников тех, кто точно так же ведет свои социальные сети на родных языках поделиться, можно так сказать, находками теми способами и методами которые нам удалось стимулировать, собрать и может быть даже вспомнить а мы тоже используем эти методы вот буквально эти четыре дня деревня Подлесная Тавла где нас встречали в музее этнокуда имени Ромашкины и буквально погрузили нас в эту культуру в арзианскую культуру и у нас даже произошла такая игровая свадьба по арзианскому обычаю в селе Зарубкино мы познакомились с замечательным коллективом фольклорным Ляйне и вместе пели на разных языках Ляйне нам исполняли песни на макшанском языке а все вот эти молодые люди вспомнили свои родные языки и переводили буквально там из интернета сразу частушки и исполняли их на родных языках кроме того у нас вышло очень много разных видео после блок-тура у нас собралось такое вот общество вокруг вот этих вот молодых людей которые мы не заходили оставлять ну как бы так вот блок-тур закончился и все может быть и проект закончился и все давайте успокоимся но нет ребята предложили остаться что называется в теме остаться на контакте и мы создали буквально это произошло на круглом столе в деревне Зарубкино мы создали сообщество языковых активистов новых медиа которые на сегодняшний день существуют в медиаполе в социальных сетях в социальных сетях создана в инстаграме создан аккаунт который очень активно ведется создан таким образом и аккаунт в фейсбуке есть в ютубе канал но пока мы разрабатываем что же мы будем действительно там показывать и как мы будем дальше искать вот эти вот методы способы сохранения развития и популяризации родного языка сейчас я бы хотела пригласить к разговору и может быть сказать пару слов участников именно блок-туры это кандидат к культурологии эксперт по культуре тюркских народов центра культуры народов россии дома народ народного творчества имени поленова евгению токаракову и у нас еще там где-то председатель молодежного совета при поволжском центре культур финно-горских народов радиоведущая и этноблогер Оксана Белкина девочки кто первый Евгения добрый день уважаемые коллеги меня слышно добрый день уважаемые коллеги еще раз я хочу поблагодарить за предоставленное слово за такую возможность выступить поделиться своими эмоциями о данном проекте и свое такое короткое выступление хочу начать со слов благодарности именно организаторам вот этого замечательного проекта в гостях у носителя языка потому что этот проект он был вот для меня он был именно таким вот очень нужным в тот момент когда я наверное искала ответы на свои вопросы да что вот он призван поддержать молодежь то есть нас которые активно проявляют себя в интернет пространстве и блоги которых направлены на популяризацию своих традиций культуры обычаев и конечно же родного языка для меня этот проект еще раз подтвердил что знание культуры своего народа и родного алтайского языка для меня это вот некий способ развития моего внутреннего самосознания определение моей наверное если так можно выразиться идентификации да вот то что мы высшие коллеги наши говорили о национальной самоидентичности и формирование же конечно же моих ценностей что для меня это очень важно я хочу отметить что сейчас очень остро да стоит вопрос родных языков и происходит такая целая утрата поколений носители языка такой некий поколенческий разрыв и вот в этом случае то есть каждый человек он должен наверное осознавать свою ответственность ответственность не только за себя как личность да но и вообще за за свой народа за культуру обычаи традиции и такой разрыв поколенческие и отсутствие наверное передачи языка естественным путем от поколения к поколению и тут я еще раз хочу повториться что потеря языков нарушает скорее всего вот национальное самосознание о чем говорили выше наши коллеги то есть язык переплетается очень честно именно родные языки родные языки переплетаются с нашей культурой с нашими обычаями и традициями и как только уходит язык и часть вот этой культуры она тоже к сожалению исчезает я считаю что любой родной язык заслуживает того чтобы на нем говорили чтобы его признавали и как можно больше людей ценили во всех сферах жизни общества такое я хочу уже закончить да и хочу отметить что вот как я для себя подчеркнула да что вот вообще как незнание своей культуры незнание истории до своего народа традиции родного языка все это в комплексе приводит к обесцениванию родного языка а со временем и его к полному исчезновению чего конечно же не хотелось по отношению вот к родным национальным языкам потому что в этом именно наверное особенность нашей страны когда вот эта вот красота красота народов россии палитра можно так сказать вот ну собственно на этом мое короткое выступление я хочу закончить если можно спасибо большое жене да оксана у нас прямо из радиостудия из саранска наша любимая макшаночка пожалуйста шумрат здравствуйте всем я хочу хотела бы рассказать о данном проекте об нашем блок-туре как от участника какие у меня впечатления потому что во первых я была не только участником я еще была и в качестве принимающей страны так как блок-тур проходил у нас в республике и мало того не просто у нас в республике еще и в нашем селе в селе зарубкино вот и мне было очень важно и очень интересно как участники проекта представители разных народов говорящие на разных абсолютно языках как они посмотрят на нашу культуру оказывается многие даже не знали что в мордовии например два субэтноса и что в мордовии говорят на двух национальных языках похожих близкородственных но тем не менее разных вот и как много таких особенностей есть в культурах всех народов именно поэтому наверное такие экспедиции такие этно блок-туры так важны и я очень надеюсь что подобные практики будут продолжаться я бы с удовольствием съездила бы в разные регионы потому что уверена что очень многого не знаю из культуры даже своих друзей близких друзей казалось бы вот и очень надеюсь что этот проект будет и дальше курировать именно анжелика потому что этот человек именно действительно горит этим вот и да это было очень здорово очень хорошее окончание прошлого года и очень приятно что именно неравнодушные люди такие представители разных народов приехали к нам в республику мордовию ну и немножко коротко о том чем мы занимаемся здесь в республике наша национальная молодежь я сама ведущая национальной радиопрограммы вайгель мы ведем эфиры на макшанском и арзианском языках кстати сейчас это уже в студии вот и видеоблогер я снимаю видеоблоги на макшанском языке есть свой youtube канал макшин блогер и недавно у нас состоялась встреча с главой республики мордовии артемом алексеевичем сдуновым для нас то очень важно на нем присутствовали я александр донинчев и александр учеваткин мы говорили о наших проектах именно в сфере медиа хотим создать свою организацию которая называется центр креативных индустрий работать именно с цифровыми какими-то новшествами это не создание фильмов каких-то тоже таких вот аудио визуальных может быть даже роликов и так далее и так далее вот надеюсь что у нас все получится спасибо оксана спасибо я благодарю анжелика сергеевна вас и благодарю оксану и было за выступление евгению за выступление я вижу что здесь еще спрятались участники тоже проекта в гостях у носителей языка так что слава богу что нас много заинтересованных людей которые готовы говорить об этом проекте и я тоже надеюсь что мы его продолжим потому что мне кажется это интересная и востребованная форма работы с молодежью о которой мы сейчас так много говорим а сейчас все таки бы я сказала хотела сказать что у нас есть еще один проект но в рамках которого очень сильно поднимается активно поднимается тоже языковая тематика он уже четыре года мы ведем проект этник этника это этнический ник этнический образ и вот на данный момент у нас уже реализуется третий проект который называется этих ресурсное сообщество направленный на продвижение экспертов из различных регионов нашей страны экспертного сообщества и все наши участники разделены на 10 площадок на 10 экспертных ресурсных площадок который одной из которых является именно языковая которая именно занимается сохранением и продвижением родных языков и я хотела бы сейчас предоставить слово человек о котором сейчас уже достаточно много говорила анжелика стергеевна не называю фамилии как раз мне доверить назвать эту фамилию во первом во многом благодаря еле николаевне ломшиной которая сейчас будет говорить у нас состоялась вот наша замечательная поездка в рамках проекта и работа замечательная в рамках проекта в гостях у носителя языка и елена николаевна является куратором ресурсные площадки в рамках проекта этник ресурсное сообщество именно языковой площадки и помимо этого она у нас еще является я вот зачем ее прекрасной должности но помимо того что мы все знаем что она является председателем мордовского регионального отделения ассамблеи народов россии она является руководителем научно-исследовательской лаборатории финно-уборской культуры мгу имени агарева а является кандидатом голосовских наук доцентом уважаемая елена николаевна слова добрый день уважаемые коллеги дорогие друзья я сегодня хочу вас еще раз поприветствовать от республики мордовия от мордовского государственного университета и сегодня хотела бы я поделиться опытом по сохранению и популяризации родных языков а финно-угорском социокультурном пространстве но евгения абрамовна уже представила меня что я являюсь представителем как бы и науки и культуры институтов гражданского общества и куратором того направления по сохранению родных языков который реализует проект этнико-ресурсное сообщество и пожалуйста вот следующий слайд будьте добры наш хаб проекта по сохранению родных языков то есть задача наша это именно аккумуляции тиражирование лучших практик в сфере сохранения развития родных языков и наше сообщество представляет пять экспертов это пожалуйста тоже следующий слайд опять экспертов достаточно широкая представлена география участников нашего экспертного сообщества родных языков и это тоже представители и образование и науки институтов гражданского общества и участие в этом проекте проекте этнико-ресурсное сообщество расширяет наши возможности и позволяет создавать и проводить именно а интеграционные и совместные проекты о чем уже говорила евгения абрамовна анжелика сергеевна оксана евгений это нашего совместный проект медиа образовательный блок тур по языкам пожалуйста будьте добры следующий слайд и задачи вот это получился очень интересный формат а привлечение молодежи когда молодежь сама становится инициатором и реализует именно по языковым практикам по языковым проектам и одной из ключевых задач на самом деле является привлечение молодежи у нас при научно-исследовательской лаборатории финогольской культуры есть ряд таких научных сообществ научные сообщества студентов по 2 новая сила и научно производственный отряд норов жорч который принимает участие во многих проектах а вот здесь вот представлены международные проекты это международная научная экспедиция традиции обрядовой культуры мордовского этноса который мы провели совместно с университетом херсинки университетом имени лоранда эдвиша венгрия этнографическим музеем города будапешта когда представители нашей молодежи научного сообщества молодежного они принимают участие в сборе полевого материала сборе экспонатов кстати для этнографического музея мы собрали 44 экспоната которые пополнили а финно-горскую коллекцию которая не пополнялась в общем очень много десятилетий и вот участвуя в этих экспедициях в этих проектах молодежь она как бы погружаясь в эту культуру и виде например как вот финская профессора они знают более 20 языков в том числе когда они были в экспедиции они разговаривают и на ирзянском и на макшанском языке и это создает какой-то вот создало такой интерес что наша молодежь она проявила интерес к изучению языков и после этих экспедиции мы провели языковые курсы языковые курсы для нашего научного сообщества мы провели международный этнокультурный лагерь школу шачима мастер составляющей тоже было языковая составляющая и после этого проекта у нас возникла идея о создании разговорника по речевому этикету а финно-угорских народов которая уже быстро разошлась по финно-угорским регионам и вот это вот очень важно это молодежь изъявила такую тоже инициативу для межкультурной коммуникации но и здесь также представлен межрегиональный этнокультурный лагерь живи родной язык который в республике а проводятся ежегодно туда собираются представители победители и призеры олимпиад языковых так пожалуйста будьте добры следующий слайд руководителем которого тоже я являлась ну и также на базе университета мы проводим интеграционные тоже сетевые проекты с нашими коллегами вот здесь вот представлен проект языке финно-угорском образовательном пространстве это тоже очень интересный практикум практикум который проводили наши финские коллеги это изучение языка с помощью рисованных историй так но и мы также проводим олимпиады для школьников аэрзианские макшанские языки финно-угорском этнокультурном пространстве где участвовало более 500 участников которые проходила в несколько этапов это также помогает привлекать молодежь вот именно к языку через культуру ну и мы ежегодно у нас проводится также в мордове а всероссийская образовательная акция это диктант на макшанско-мерзианском языке с международным участием который проходит и в казахстане в прошлом году принимали участие из эстонии но поскольку я еще хотела возвратиться вот к нашему проекту этих ресурсное сообщество мы работая с коллегами над вот задачами вот вот здесь вот представлены задачи которые мы для себя поставили достаточно такие амбициозные задачи это создание информационно-ресурсной базы креативных практик по сохранению развития родных языков то есть это и аккумуляции опыта и различные выявления инновационных подходов по изучению сохранению развития родных языков и в цифровом образовательном пространстве и перспективе это создание онлайн-платформа с презентацией лучших практик а здесь сегодня собралось очень представительное сообщество и мы бы хотели всех пригласить к сотрудничеству а всем сегодня я хочу пожелать творческих успехов и чтобы все были здоровы огромное спасибо елена николаевна прекрасное выступление и еще один участник у нас этой площадке нашей экспертной посвященной тематике языков это наша замечательная афиногенова оксана иларионна руководитель бурятской национально-культурной автономии каргана главный специалист отделан информационно-методического сопровождения областного государственного казенного учреждения ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций иркутской области и а я думаю у нее еще есть много прекрасных китулов но мы сейчас предоставим ей слово и на этом будем презентацию все-таки заканчивать потому что я знаю что многие выступающие тоже ждут слова пожалуйста оксана иларионна здравствуйте рада всех видеть мне очень приятно рада всех видеть рада всех слышать я постараюсь очень коротко евгения брамовна дорогие коллеги я представляю иркутскую область и у стердинский бурятский автономный округ ну и хочу рассказать о своих проектах одним из доступных средств изучения родного языка в детской и подростковой среде является произведение устного народного творчества за пять лет наша национально-культурная автономия реализовала уже шесть проектов под общим названием храни свои корни основная цель которых это продвижение родного языка в детской и подростковой среде начинали мы с продвижением местного диалекта мы начинали именно вот с нашего эхиритского диалекта в бурятском языке очень много диалектов и очень много наречий на эхиритском наречии нет никаких вообще учебных пособий каких-то методик и поэтому для того чтобы как-то сохранить и продвигать мы начали начали с чего мы начали разговаривать общаться с нашими старейшинами носителями это вот прямо наши самые уважаемые были участники это 93 года было вере зандыновне ербахаева мария ходуевна 92 года потрясающая память разговаривать бесподобно то есть мы записывали у носителей именно нашего местного эхиритского диалекта потом наши коллеги это все обрабатывали то что мы смогли записать обработать мы стали уже на этом материале работать с нашими детьми вот этот вот показательный наверное буклет это буклет 2017 года это первый год когда мы начинали это группы в детском саду мы преподавали их но преподавали конечно это громко сказано мы их обучали нашему местному бытовому диалекту не литературному а именно нашему эхиритском нашему местному наречию они изучали разговаривать чисто там дома с родителями там как зовут папа мама как называется животные так сосчитать и между собой разговаривать вот с этого мы и начинали брали информацию у наших старейшин и потом уже на подавали это все нашим детям маленьким детям это здесь дети до 6 лет потом через год мы уже стали понимать что то что мы преподаем в каком-то определенном селе там в одной группе этого мало та информация которую мы собрали она оказалась очень востребована и очень нужна другим нашим коллегам других на других территориях других районах и мы в 2018 году впервые сделали записали самостоятельно два сиди диска на одном сиди диске у нас старинные песни бурят предбайкалья а на втором у нас видеозаписи старинные народные обряды и обрядовые танцы это именно тот материал который собран здесь у нас в херидбалагатском районе можно дальше и через год еще это уже 2019 год нас стало очень много партнеров очень много коллег в наших в нашем регионе в нашем стерденском бурятском округе есть места компактного проживания людей другой национальности скажем да у нас основное основное население это составляет русские потом буряты есть места компактного проживания у нас татар белорусов и мы стали мы решили что мы должны заниматься не только продвижением бурятского языка мы стали заниматься продвижением языков народов проживающих территории нашего района это татарский белорусский украинский ну и конечно мы продвигаем русский язык как язык межнационального общения и вот как свидетельство это вот у нас потрясающе уникальное издание православие и фольклор русских старожилов предбайкалья здесь более 700 образцов русского взрослого и детского фольклора рядышком стоит уникальное тоже издание страницы истории фольклора этнографии украинцев предбайкалья а это небольшие такие сборники содержащие обряды на бурятском языке и татарские татарские и таказ омесы бусинное перо можно перелеснуть можно перелеснуть весь этот материал мы обязательно передаем в наши культурно-дослуга учреждения образовательные учреждения которые потом занимаются со своими детьми с подростками они учат на эти наши материалы фольклор они это реконструирует они исполняют песни они говорят благопожелания я так понимаю что времени не так уж и много постараюсь очень коротко и мы стали инициаторами девятнадцатом году мы инициировали межнационально детской юношеский фестиваль чтобы уже наглядно могли посмотреть мы могли посмотреть а дети продемонстрировать свое умение и знание своего родного языка у нас на одной сцене были буряты белорусы русские и татары пока у нас всего четыре народности участвует нашем фестивале но мы надеемся что это только начало через год или в этом году мы уже хотим видеть украинцев на нашей площадке все они говорят на своем родном языке ну и я бы хотела конечно повторить наверно сейчас слова вот уважаемый жебек сапарбековны язык это хранилище культуры так же как культура через культуру мы изучаем свой родной язык спасибо за внимание спасибо оксана иларионна мне кажется что очень интересно рассказали об интересном опыте и я хотела бы всех присутствующих и те кто будет смотреть это в записи те кто смотрит сейчас пригласить на вебинары которые будут проводиться в рамках нашего проекта этих ресурсное сообщество частности языковые вебинары которые будут вести присутствующие здесь замечательные дамы о тематике своей площадке и другие темы вы можете увидеть все это расписание вебинаров на сайте ресурсного центра и естественно же ассамблеи народов россии и анонсы также мы рассылаем везде вебинаров даем информацию так что коллеги присоединяйтесь спасибо что вы услышали таким интересным вниманием информацию о нашей проектной деятельности мы только и будем развивать расширять и не побоюсь этого слова будем работать еще более глубоко и интенсивно спасибо огромное я передаю слово ирине аркаде спасибо большое коллеги спасибо евгения абрамовна очень было интересно наглядно и очень вдохновляюще если вы мне позволите такое слово и мы продолжаем нашу работают нам присоединяются и дальние страны и наши партнеры из ливана предоставляю слово светлана бедный сафа члены регионального координационного совета стран африки и ближнего востока вы слышите нас светлана добрый день уважаемый учебного рома спасибо за предоставленную возможность выступить я проживаю в ливане более 30 лет и родной язык мой остается русский мои дети и внуки родными языками считают уже другой язык арабский и на этом небольшом примере я хотела бы показать вам важность обсуждаемой сегодня темы основа этнокультурной самобытности это то как и кем мы ощущаем себя в мире чтобы помочь понять друг друга мы изучаем языки и культуру разных стран а также мы доносим на этих языках культуру россии так и происходит процесс взаимопонимания мягкой силы создание доверия и уважение любви народов друг другу много лет я вела деятельность как председатель координационного совета российских соотечественников ливане и не понаслышке знаю о важности работы с соотечественниками и ливанцами не знающими русского языка одним из важных направлений деятельности является работа с русскоговорящей молодежью проживающей за рубежом ведь они выросли не в русскоговорящей среде и россия для них уже вторая родина и наши задачи как раз и является своим примером и своими возможностями дать им необходимое знание дать им необходимое знание о россии и воспитать чувство гордости но ни в коем случае не умаляя такие же чувства к и второй родине где они родились и выросли это молодежь является важным проводником русской культуры для ливанцев на моем на моем примере современный ритм жизни способ общения и способы донесения информации отличаются от тех которым мы привыкли особенно пандемия и использование виртуальной коммуникации повлияли на то что сейчас общение с молодежью может быть только так как они хотят на их языке и на их территории значит и мероприятия должны быть такими какими они смогут понять с 2020 года в ливане проходит в рамках фестивала проходит фестиваль трех стран я люблю тебя россия и в рамках этого фестиваля была организована просветительская акция по переводу мультфильмов на арабский язык подростки из семи стран региона африки ближнего востока приняли в ней участие сейчас в ютьюбе залиты мультфильмы о городах россии на арабском языке таким способом мы доносим информацию россии до местного населения ведь переводить и озвучивать это современно и увлекательно сразу по окончании фестиваля ребятам понравилась эта идея они с удовольствием озвучили фильм о написании исааком левитаном картины золотой плюс конечно предварительно мы писали письма создателям этих видео контентов для возможности перевода результат был налицо ливанцы узнают о жизни и творчестве великого русского художника на родном языке что немаловажно для правильного восприятия информации впереди у нас много идей для использования перевода видео контента россии на языке проживания наших стран конечно мы были бы рады созданию подобного совместного проекта с ассамблеи народов евразии и готовы приложить все силы для его осуществления последние два года создано много проектов где русскоговорящий молодежь выступает не только как участник но как инициатор так в апреле молодежное крыло при координационном совете соотечественников ливане инициировали проведение экологического дня парке российско ливанской дружбы при поддержке ассоциации выпускников российского университета дружбы народов и муниципалитета города айнеп мэром которого является выпускник рудэн молодежь сумела доказать важность поддержки их начинания и вместе с ливанцами не говорящими по-русски они сделают скворечники кормушки разукрасят и в стиле хохлома джель и городецкая роспись примут участие в спортивной эстафете и самое главное они узнают много о традициях россии станут ближе друг другу два народа россии ливана на основе таких мероприятий создается коммуникация народов взаимопонимания и уважения новым проектом русскоговорящей молодежи 2022 году станет патриотический проект читаем дневники блокадного ленинграда на арабском языке 2 на 2017 году в русском доме в бейруте находилась делегация русской гуманитарной миссии и они подарили нам книгу нинели карибской 871 день на арабском языке дневник девочки проживший блокаду ленинграда по просьбе русскоговорящей молодежи будет создан проект в котором дети из стран ближнего востока озвучат страницы книги мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам для создания фильма и показа во всех странах мира память жива пока мы ее сохраняем на таких небольших примеров я хотела донести до всех участников нашего форума важность использования родных языков стран проживания в молодежных проектах за рубежом спасибо за внимание спасибо большое светлана дмитрина очень интересное выступление за которым следует еще одно выступление из ливана выступление елена николаевны демишевой преподавателя факультета филологии гуманитарных наук ливанского государственного университета елена николаевна член ливанского общества преподавателей русского языка и литературы пожалуйста елена николаевна рада приветствовать участников нашего сегодняшнего форума и благодарю за предоставленную возможность поделиться с вами проблематикой родного языка наших учащихся ливанцев а точнее о том как их родной язык выступает в роли посредника при изучении иностранного языка нашем случае русского многолетний личный опыт преподавания русского языка как иностранного вливания а также исследования на тему сопоставления русских и арабских фразеологизмов привели меня как филолога арабиста к размышлению о том насколько студенты ливанцы являются арабоговорящими студентами и какой язык для них считается по праву родным на первый взгляд вопрос звучит вызывающе потому что ливан это одна из стран арабского мира и арабский язык является официальным языком этого государства однако контингент наших учащихся нельзя назвать араба говорящей аудитории в полном понимании этого слова возникает вопрос почему мы не можем назвать арабский язык понимание ну как арабский язык родным языком учащихся здесь два фактора которые определяют специфику это во первых сам арабский язык и особенности его функционирования и и второй момент немаловажно это языковая ситуация в образовательной сфере ливана своеобразие арабского языка заключается в том что он имеет две разновидности литературный арабский язык и разговорный арабский язык литературная обладает всеми качествами присущими языку имеет письменность а разговорный язык в разговорном языке отсутствует письменная форма и для каждой арабской страны это свой язык а точнее диалект в нашем случае это ливанский диалект но здесь немножко лич из личной биографии я выпускница руден по специальности тоже переводчик с арабского языка на русский и конечно приехав ливан владея литературным языком я была счастлива и рада что я владею языком родным языком учащихся но здесь возник вот такой вот момент практически когда уже началось преподавание именно русского языка для наших ливанцев первое занятие я провела именно на фосха литературном языке не не могла понять не не недоумение моих слушателей я думала что рассказывая о русском алфавите на литературном арабском языке им показалось это сложно и я в конце спросила вам сложно вам непонятно они сказали по поводу русского языка понятно все вот нам не совсем понятно термины на литературном арабском языке филологические и тогда конечно это был такой сигнал я можно сказать меня это мотивировало самой изучить досконально ливанский диалект ну плюс проживание в стране она тоже дало свои результаты поэтому я для наглядности хочу вам показать и привлечь ваше внимание именно вот что такая проблема для арабского языка то о чем мы сейчас говорим по поводу языков родных языков и народов по российской федерации эта проблема актуальна даже вот для носителя арабского языка здесь пример такой небольшой что обычно мы наши наши студенты которые изучают русский язык допустим на русском языке хотят сказать мне надо идти в университет на литературном языке это будет звучать как длинная фраза я же болея она жена на родном языке ливанском диалекте это будет звучать по-другому лезем руха джема короче и на таком языке общаются между собой ливанцы но один нюанс что зафиксировать такую фразу в письменном виде арабскими буквами мы не можем как решается этот вопрос он скорее всего актуален потому что сейчас компьютеризация средства массовой информации соцсети интернет требуют общения поэтому ливанскую фразу на ливанском диалекте очень просто решается вопрос фиксируется латинскими буквами однако с учетом что есть буквы и звуки в арабском алфавите которые не могут зафиксироваться недостаточно ни кириллицы не латиницы и здесь на помощь приходят буквы это изобретение ливанское можно сказать такое несколько десятилетий уже используется а с развитием соцсетей она сейчас применимая и наши наш контингент это студенты они этим пользуются просто хочу для наглядности показать ну как решается этот вопрос в родном языке ливанцев допустим идти это роль и вот такая буква которая отсутствует невозможно передать ее то изображается цифра 7 по написанию этой буквы вот такое закодированная следующий слайд тоже можно аль-жема такой есть буква и звука гортаны который тоже это не а как для нашего ука это звучит это но отличается от а и поэтому вот таким образом как 3 перевернутая по написанию похоже вот это вот фиксация ливанского диалекта следующий слайд пожалуйста ну есть целая функциональная парадигма арабского языка нашими арабистами разработана дальше слайд хочу сказать о том что это вот одна сторона что сам арабский язык он специфичен 2 2 2 вторым моментом является то что положение арабского языка вливание именно в сфере образования он не является официальным так как традиционная система образования вливание французская сравнительно с недавнего времени и англо-американская так сложилась силу исторических причин потому что ливан был под мандатной территории франции и здесь были открыты повсеместно миссионерские французские школы и университеты и по сей день ливанские школьники могут получать вместе или вместо ливанского сертификата о среднем образовании альтернативный сертификат по французской системы который им дает возможность зачисления без сдачи вступительных экзаменов высшее учебное заведение франции вот этот слайд наглядно демонстрирует что и америка тоже укрепила свои позиции вливания основав по 1866 году крупнейший в масштабе всего ближневосточного региона американский университет берута и любви называется вот как раз этот слайд показывает следующий тоже университет следующий слайд это называется университет ливанский американский университет был создан 1924 ну и относительно недавно в 1989 году появился американский университет науки и техники и юсти ну это вот одни из таких крупнейших американских совместных с ливанскими университетов при всем этом разнообразии языков сосуществующих в ливане какой же язык будет считаться родным для наших студентов ливанцев здесь видно что арабский литературный язык это официальный язык язык юриспруденции средств массовой информации арабский разговорный язык ливанский диалект в нашем случае это язык повседневного общения это коммуникация французский язык язык среднего и высшего образования английский язык тоже как язык среднего и высшего образования еще является языком бизнеса делового общения общение в интернет-пространстве и соцсетях но чтобы идентифицировать себя ливанцы тоже заявляют о себе через свой ливанский диалект соцсетях и как раз вот то написание фраз латиницей с применением цифр она и дает вот это вот ощущение но нам тоже пришлось это все освоить и пользоваться этим какая вырисовывается картина что в ливанских семьях конечно же все говорят на простом разговорном языке на ливанском диалекте и с первого момента ребенок начинает распознавать на слух и воспроизводить именно ливанский диалект арабского языка очень часто когда ко мне приходят в аудиторию с новым студенты я им задаю вопрос вот какой язык для вас родной на фоне того что они получают образование на английском или французском арабский это язык письменности арабский язык в школе преподается как отдельный предмет но это последствия дегласии такой и именно система образования в ливане они в умение начинают размышлять я тогда задаю вопрос вот вы просыпаетесь утром на каком языке ну какой язык у вас был фоновым когда вы видели сон на каком и ответ неоднозначный потому что все-таки язык образования французский английский немного вытесняет родной язык учащихся и наши дети билингвы по сути они тоже не могут определить они скорее всего полилингвы и здесь этот вопрос он актуальный потому что на фоне иностранных языков даже сами наши учащиеся не могут однозначно ответить на этот вопрос на каком языке ему легче мыслить и размышлять все видимо зависит от сферы общения какая будет тема бытовая дома но все-таки изучение русского языка предполагает и фиксацию письменную поэтому здесь вот вопрос актуальный для нас вопрос родного языка наших учащихся я нашла для себя ответ это школа в ливане вот как раз англо с английским языком с французским еще дальше да вот какой вывод я сделала для себя в ходе своих научных изысканий и экспериментов что именно арабский разговорный язык он является психологической опорой во владении русским языком как иностранным это все равно что нам прийти в кинотеатр смотреть фильм на своем родном русском языке допустим да без титров а если мы приходим в кинотеатр идет фильм на английском языке и идет фоново идут фоново титры на русском то тогда теряется эффект восприятия картины и сюжета вот я для себя такой вывод сделала и уверена в этом некоторые вещи удалось научно обосновать и практической сказать практическим результатом моих изысканий сейчас является разработка мною авторского онлайн-курса для арабоговорящих студентов ориентирована на именно ливанцев ну он подойдет также для студентов из других арабских стран уже идет апробация следующий слайд просто вам покажу наглядно в чем это может заключаться конечно же предоставлено пояснение если вот это фрагмент из слова уроков если можно сказать вы видите что транскрипция на английском что не мешает нашим учащимся конечно же английский язык присутствует арабский и ливанский вариант который подтверждает фиксацию латиницей и вот такими цифрами и следующий слайд немножко о таком а страноведческом моменте хочу сказать лингвак культурологическом тоже применим в этом курсе когда я рассказываю о русских именах и фамилиях у нас есть немножко схожие в образовании имена и фамилии именно сливанцы слива сливанцами вот такой пример где кузнецов от слова кузнец хаддад тоже в ливане есть фамилия но наше образование с окончаниями ов ова и следующий слайд очень интересный момент бывает тогда как раз вот представлено что госпожа кузнецова приветствует и говорит добрый день господину который хаддад если нам сопоставить то он тоже по сути господин кузнецов она госпожа хаддад вот такие моменты которые нам приходится учитывать чтобы максимально потому что мы ведем преподавание в отрыве от языковой среды для нас значимо чтобы был такой налажен контакт с нашими учащимися я считаю что именно опора на их родной язык ливанский диалект психологически облегчает процесс обучения и соответственно выбор и подбор всех учебных материалов учебных комплексов и выстраивание всего учебного процесса спасибо за внимание надеюсь что смогла вам поведать о чем-то новом и поделиться теми проблемами которые у нас существуют спасибо большое елена николаевна нам было очень интересно и мы конечно желаем успехов вашей такой интересные трудные но конечно полезной работе мы надеемся что с вашей помощью новые поколения ливанцев будут хорошо прекрасно говорить на русском языке с большим удовольствием представляю нашего следующего докладчика Елизавета Александровна Хамраева Елизавета Александровна рада видеть вас хотя бы онлайн хотя уже давно мы с вами встречались лично Елизавета Александровна заведующая кафедры лингводидактики русского языка как иностранного и билингвизма она работает в московском педагогическом государственном университете а также является научным руководителем центра билингвального и поликультурного образования в нашем герценовском университете в санкт-петербург и пожалуйста вам слово Елизавета Александровна уважаемые коллеги я благодарю за возможность участия в данной конференции а коллегам из ливана хочу сказать что запланирована командировка вашу стану и в марте скорее всего я к вам приеду что тоже очень очень приятно дорогие коллеги в прошлом году нам в рамках проекта фонда изучения сохранения родных языков удалось завершить невероятно по своей масштабности и и интересу проект посвященный социокультурной адаптации детей и сохранению так скажем вот такому культурно значимому сохранению родного языка в жизни ребенка и сделали мы это на материале созданных альбомов все вместе которые называются бабушкины сказки когда мы готовили этот проект мы решили что наверное каждый альбом для своего народа должен называться как-то персонифицировано поэтому у нас появились бабушки со своими именами и вот у нас есть сказки бабушки айгуль и так далее почему потому что работаем мы в расчете на маленьких детей конечно нам очень хочется чтобы материал который мы создали был им понятен и доступен что же это за альбомы такие и почему я говорю о необходимости создания социокультурной среды как средства сохранения родного языка в жизни ребенка мы все с вами знаем что 159 языков которые существуют в пространстве российской федерации находятся в разной стадии некоторые в очень хорошей такой витальной форме некоторые форме загасания а некоторые вообще уже внесены в красную книгу языков народов россии они находятся в исчезающих условиях но при этом мы постарались сделать проект ориентированный на сохранение языков в жизни любого ребенка находящегося например дошкольной организации вот российской федерации это очень интересный проект потому что нам пожалуй удалось впервые выровнять вот систему работы систему сохранения языка и вот такой определенной деятельности воспитателя и первый наш год первый наш опыт это девять языков включая русский язык и я очень надеюсь на то что несмотря на все процессы происходящие с фондом найдется та структура которая поддержит и создание альбомов на других языках теперь поподробнее как каким образом мы пытаемся сохранить речевую языковую и социокультурную среду и более того приумножить ее и сделать ее актуальны вы видите что альбомы все вот например первый альбом основной который вкладываются все остальные построены на определенных принципах вот тут восемь основных тем они раскрашены определенным цветом мы отобрали сказки русские и сказки в разных народ у разных народов от участников нашего проекта где основной смысл должен был совпадать не количество героев не схожий сюжет а именно смысл смысл доброта ум взаимовыручка гостеприимство и так далее все то что у филологов называется концепт и далее построили систему работы вот вы видите здесь оборотную сторону альбома и здесь как раз содержится пусть не очень хорошо видно но можно себе представить перечисление тех сказок которые под разные концепты подходят вот перед вами как раз русский альбом внутри абсолютно подробная очень методически выверенная система работы для наших воспитателей для всех тех кто сохраняет язык для всех тех кто этим занимается вот точно также построен вот видите чеченский альбом и разные другие венкийский якутский и разные остальные альбомы в том числе в чем же суть концепция проекта бабушкины сказки в первую очередь мы хотели создать дидактические материалы и систему развивающих занятий для детей дошкольного возраста постойные на диалоге культур и вот это создание культур разберегающей развивающей речевой среды и стала основной нашей задачей мы попытались не просто сохранить или создать систему сохранения единой культуры развивающей культур разберегающей развивающей среды но и наполнить ее напомнить ее красочными картинками. А самое главное, каждый из этих сказок содержит внутри себя огромный дидоксический аппарат. Книг, в которых собраны сказки народов России, очень много. Мы постарались пойти другим путем. Мы сделали методические разработки под каждую сказку, совпадающие между собой по горизонтали, по основной идее. Это дает представление детям, в первую очередь, о том, что все народы придерживаются каких-то общих единых ценностей. Более того, по каждой сказке есть недельный цикл работы. Именно поэтому сказки отобраны и количественно распределены. Например, 16 сказок в год. Почему? Потому что 32 рабочие недели и 16 в одном альбоме и 16 в другом создают те самые 32 недели. Вокруг этих сказок крутится как бы вся культурно развивающая среда. Песни, танцы, тематический принцип, настольный театр, рассказы о животных. Все то, что есть сегодня в сказке, и сопровождает ребенка в течение этой недели. Картинки большие, разрезные, очень яркие, могут размещаться на стене, на столе, на специальной доске и так далее. Я сделала сканы некоторых картинок, и вы их увидите. Поэтому, конечно же, вооружить воспитателя или педагога, пожалуй, это самая главная задача сегодняшнего ученого. Потому что мы можем много рассказывать о том, как это должно быть, но очень редко доходим до инструментария, до того, чтобы дать в руки то, как мы себе, ученые это представляем. А в руках у творческого педагога или воспитателя это обрастает с какими-то совершенно невероятными дидактическими возможностями, и, соответственно, мы получаем эффект, на который рассчитываем. А рассчитываем мы на создание и социокультурной, и образовательной в целом, и речевой среды в частности. Понятие среда вообще в педагогике рассматривается очень и очень по-разному, потому что среда – это даже философское понятие, это огромное философское понятие, включающее в себя очень многие частности. И вот создание возможностей, которые одновременно используют все участники образовательного процесса, ведь сюда могут быть включены и родители, и, например, бабушки, дедушки, и можно праздник организовать с использованием материала данных альбомов – это все как раз тот дидактический инструментарий, который нам очень хотелось представить нашим педагогам. На самом деле вот такая параллельная работа, работа в системе диалога культур не нова, но на дошкольном уровне, на этапе насыщения как раз дошкольного этапа, она как-то осуществлялась стихийно, и никогда не было никаких единых дидактических пособий или каких-то дидактических средств, рассчитанных на это. Скорее, это была, так скажем, инициатива педагога. Ну вот может, он хочет, он это делает. А когда есть общий материал, на девяти сегодня народов, языках народов России, мне кажется, что гораздо больше возможностей действительно активного внедрения данных альбомов у нас у всех появляется. Итак, альбомы на сегодня созданы вот по вот этим концептам. Дружба, труд, дом, доверие, взаимопомощь, ум, гостеприимство и доброта. Это восемь основных тем, восемь концептов, которые пронизывают вот, так скажем, параллели в сказках, да, и работу воспитателя над ними. И, конечно же, включают в себя трансляцию общих ценностей и единых значимых тем для всех народов России на татарском, башкирском, якутском, марийском, тувинском, ивенкийском, чеченском, коме и русском языках. Как же это сделано? Как выглядит основная большая карточка формата А3, ламинированная. На ее обороте сам текст сказки, коммуникативно-деятельностные вопросы, которые действительно нацелены на понимание сказки, и шесть разрезных карточек. Потому что самое главное, чтобы ребенок мог средствами родного языка и русского языка на двух языках осуществлять вот этот вот нарративный пересказ, рассказывать то, что он видит, совмещая, соединяя эти карточки, разыгрывая их, повторяя сюжет, который на них нарисован. Это очень хорошее задание на развитие речи. И, естественно, когда это осуществляется на двух языках, в схожих сюжетах или в схожих, например, значениях, это тоже несет в себе дополнительные смыслы. Для того, чтобы оборотная сторона этих карточек тоже не осталась пустой, мы разместили, вы видите, разные задания. Наводку, штриховку, готов к ручке с другими словами. Вот эти карточки в большом вот таком активном виде. Вот вы видите везде методические рекомендации, коммуникативно-диагностические вопросы, сами тексты сказок. Вот разрезные карточки, вот их оборотная сторона. Вот, например, татарская сказка, тоже посвященная взаимопомощи. Вот, пожалуйста, ее оборотная сторона на двух языках, на русском и на татарском языке. Коммуникативно-диагностические вопросы, шесть разрезных карточек. Вот видите, их оборотная сторона. И вот так это у нас построено. У нас был очень большой наш рабочий коллектив. Здесь представлены авторы всех альбомов, над которыми мы потрудились. И я очень надеюсь на то, что мы можем дальше продвинуть вот эту идею, знаете, не поиска разницы, да, а соединения уже в детском возрасте всего того, что ты знаешь о мире на разных языках в единое целое. Процесс воспитания, образования и, может быть, даже, знаете, такого перспективного развития ребенка-белингва с тем, чтобы социокультурная среда, созданная на родном языке, стала для него основой для постижения всего другого, для постижения русского языка или, наоборот, бывают языки, когда ситуация обратная, для постижения дальнейшего вообще процесса образования, вообще для постижения мира в целом. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Елизавета Александровна. Как всегда, очень содержательное выступление. И вот ваш проект «Бабушкины сказки» — это то, что нам необходимо. И мы с вами уже говорили по линии Ассамблеи народов России. Я еще раз хочу вас поблагодарить, что вы дали согласие возглавить соответствующий комитет Ассамблеи народов России по образованию и науке. И, конечно, тема языков в данном комитете, она занимает одну из главенствующих позиций. И мы с вами говорили о том, что нужно разработать комплекс мер, предложений, каким образом, через какие инструменты формировать, помогать нашим детям сохранять и свой родной язык, и формировать уважительные отношения к людям разных национальностей. Поэтому вот эта наша общая задача, я думаю, что она не только для России важна, она важна для любой страны, нашего большого иеразийского пространства, потому что очень важно, чтобы каждый ребенок вырастал, рос в условиях уважения и разных культур, и тем более сохранение своего родного языка. И, конечно, вот такие программы, такие проекты нам очень-очень нужны. Поэтому давайте, вот я обращаюсь ко всем нашим коллегам, которые, значит, участвуют и смотрят из других стран, посмотрим, что необходимо для того, чтобы сформировать нового человека третьего тысячелетия. А формирование человека начинается с детского возраста, в том числе и сохранение родного языка. Поэтому вот если мы сейчас соберем вот эти вот лучшие практики, лучшие проекты, лучшие технологии с разных стран, и изучим этот опыт, и я думаю, что это позволит всем нам быть более эффективными, более успешными. Спасибо большое еще раз, Елизавета Александровна. Спасибо большое и очень благодарю за приглашение. Сейчас с большим удовольствием я передаю слово Сурнии Борисовне Сарбашевой, декану факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета «Алтайский язык. Основа культуры и традиций народов Горного Алтая». Хочу сразу сказать перед вашим выступлением, что буквально недавно была в Республике Алтай, это была моя вторая поездка. Конечно, Республика Алтай, Горно-Алтай – это уникальное место. Я помню, в 2018 году мы проводили там первый такой экспертный семинар с участием экспертов из разных стран, в том числе с участием в то время советника президента Российской Федерации Сергея Юрьевича Глазева, и мы обсуждали вопрос основной – «Алтай. Колыбель народов Евразии». И действительно, многие народы, особенно тюркоязычные, признают, что они вышли из Алтая, с Алтая. И вот для нас этот проект, алтайский вектор евразийской интеграции и «Алтай. Колыбель народов Евразии» очень важный. И вот одна из составных частей, важных частей – это сохранение языка, в том числе алтайского языка. Поэтому мы очень рады, что сегодня вы вместе с нами, и вам слово. Спасибо большое за теплые слова. И действительно, вот говорят, что кто один раз побывал на Алтае, обязательно приезжает на второй раз, а в третий раз он вообще решается переехать на Алтай. Я думаю, что вы тоже когда-нибудь примете такое решение. Ну, сегодня мне хотелось затронуть несколько проблем, касающихся развития родного языка. Мы все понимаем, что сейчас вот такой век, век компьютеризации, век глобализации, когда считается нормой, когда человек в совершенстве знает русский язык, в совершенстве владеет английским языком, и ему так легче адаптироваться в меняющемся мире. Но, тем не менее, вот есть языки, которые требуют к себе пристального внимания. Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири, на границе с такими государствами, как Монголия, Китай, Казахстан, с регионами Российской Федерации, Алтайским краем, Кемеровской областью, республиками Хакасии и Тува. Коренных жителей алтайцев на сегодняшний день насчитывается 74 238 всего человек. И кроме алтайцев, Алтай-Кижи, в республике Алтай проживают также представители коренных малочисленных народов, таких как Туба, Челхандо, Куманды и Теленгиты. И вот только прислушайтесь к данной переписи 2021 года. Например, Тубаларов в 2010 году насчитывалось 1891 человек, и за 10 лет численность увеличилась только на 74 человека. Кумандинцев стало 2892 человека, за 10 лет прирост населения составляет 1001 человек, челхканцев 1181 человек, и за 10 лет прирост составляет всего 68 человек. В 1993 году северная этноса Туба, Куманды и челхканцы получили правовой статус коренных малочисленных народов народов Российской Федерации, и поэтому в связи с этим настал вопрос, а должна ли быть у них литература отдельная, должен ли быть отдельный язык, свои газеты и журналы. До этого момента все изучали алтайский литературный язык. И вот сейчас волонтеры, активисты этих этносов делают все, чтобы сохранить родной язык, потому что носителей языка осталось очень мало, и эти люди, как правило, им за 60 лет, то есть вот это поколение с новорожденного периода до 50 с чем-то лет, все остались без языка, без родного языка и алтайского языка. И вот такое плачевное состояние, но тем не менее активисты очень много делают для того, чтобы сохранить свой язык, создают словари, создают учебники, создают азбуку, язык печет. И для того, чтобы этот язык сохранился, конечно, его надо передать молодому поколению. Например, наш университет в течение двух лет доставлял помещение для представителей этносов в городе Горно-Алтайске, чтобы люди могли свободно приходить и общаться на родном языке. И на фоне усилий как правительства, так и Министерства образования и науки Республики Алтай по сохранению и развитию алтайского языка и языков малочисленных этносов, одной из сложнейших проблем является проблем изучения, конечно же, детьми алтайцами, детьми туба, челканцев, кумандинцев, не владеющих или слабо владеющих родным языком. Контингент не владеющих составляет дети, выросшие в русскоязычной среде, в селах с преобладающим русскоязычным населением в городе Горно-Алтайске. И также почти все дети коренных малочисленных народов. Трудности с преподаванием родного языка детям алтайцам, не владеющим родным языком, кроме отсутствия говорящей среды, также связаны с тем, что не разработана соответствующая программа учебники и не разработана методика обучения. Как показывают результаты социолингвистического обследования? Почти во всех сферах проявления языка употребляется русский язык. Безусловные предпочтения родному языку в семейно-бытовой сфере отдают люди от 60 лет и старше. Дети не владеют родным языком, периодически слышат речь от взрослого населения, но не вступают в диалог, воспринимают все в пассивной форме. И вот такая ситуация указывает на безвозвратную утрату родного языка. И такая же ситуация складывается во всех остальных языках коренных малочисленных народов Республики Алтай. И в последнее время ведется серьезная работа по фиксации языковых особенностей, однако все-таки эта проблема остается. И как один из возможностей нам предоставилась такая возможность получить грант фонда президентских грантов. И в этом году, два года назад мы работали над проектом воскресных школ, потому что, как сегодня, многие коллеги говорили, что все-таки воскресная школа семейного воспитания тоже играет большую роль при обучении родному языку. И активизация словарного запаса родного языка методом погружения в этническую среду, культуру, введения в практику воскресных школ с обучением родному языку старшим поколениям для сохранения специфики фонетики, произношения, восприятия речи остается основной и пока единственной верной методикой при обучении родному языку в местах компактного проживания коренных малочисленных народов. И вот в основу методики активизации словарного запаса положена рабочая гипотеза, это формирование, в первую очередь, лечивых умений, коммуникативный аспект, навыков говорения на родном языке. На начальном этапе обучения в школе происходит, если обогащается лексический запас все-таки обучающихся, лексический минимум, обеспечивающий повседневное общение на родном языке. Введение словарных запас лексических единиц осуществляется тематически, бытовая лексика, части тела человека, животные, птицы, растения, занятия человека, которые пообеспечили свободное общение на родном языке, название предметов на родном языке и, конечно же, пока что только вплетение в русский язык, то есть отдельная лексика, пусть даже плетенный в русский язык. И особое внимание следует уделиться систематической практике речи при выполнении специально отобранных упражнений. И, конечно, здесь максимально разгрузить учебники от грамматики, потому что теоретический материал иногда очень сложен, и поэтому дети обычно после года обучения отказываются от изучения родного языка. И, конечно же, увлекательные рассказы, например, рыболов, потому что в Турочахский район, где в основном проживают представители, там Телецкое озеро, Рекобия, и поэтому всегда дети ходят вместе с родителями на рыбалку. Это и охотники. Конечно же, их увлекательный рассказ не только как чтение, а как если бы они приходили в эти воскресные школы, увлекательные рассказывали, то, конечно же, совсем другое восприятие родного языка было, и мы это наблюдали во время работы в воскресных школах, когда мы приглашали людей в возрасте, и вот они рассказывали про свою жизнь на родном языке, и, конечно же, многие дети впервые слышали эту речь и с удивлением слушали, просто слушали, просто воспринимали. И вот хотя бы пассивно слушать, не вступать в диалог, а слушать родную речь, это все равно когда-нибудь может им помочь вернуться к родному языку. И, конечно же, вот то, что, например, дети будут изучать, например, типы хозяйствования родного этноса, это будет и, конечно же, как семейное воспитание, трудовое воспитание и в будущем и профессиональная направленность обучения. И вот примерно такого рода деятельностью занимается Гурналтайский государственный университет сегодня, и вот в рамках фонда президентских грантов как НКУ, также мы пытаемся вот в разных, как сказать, общественных мероприятиях принять участие и каким-то образом, ну, и с научной точки зрения, и с общественной, как-то вот все-таки помочь активистам, помочь самому народу вернуть свой язык и чтобы на нем хотя бы разговаривать, хотя бы, например, если пять детей, пять человек выучат свой язык, это будет большим достижением для малых народов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сурна Борисовна. Конечно, пять человек, пять детей, это, наверное, для галтайского народа это много, но мне кажется, что надо ставить задачу, чтобы каждый ребенок, да, каждый ребенок знал свой родной язык, и то, что вы делаете, это огромное дело, огромное дело для не только своего народа, но и для всех, потому что мы же говорим, что это наследие и для всех народов и России, и Евразии, поэтому спасибо вам большое и продолжайте в том же духе, и здорово, что действительно у нас сегодня есть возможность, по крайней мере, в России на конкурсной основе получать вот эти гранты, фонда президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, который тоже дает возможность сегодня общественным организациям получать такую поддержку, очень хорошую, очень сильную поддержку. Спасибо вам и успехов. А сейчас мы с вами перемещаемся на границу Европы и Азии. Тоже хочу вспомнить, как мы побывали в Свердловской области, это село Правильно-Полевское, граница, да, и там стоит этот стелла, мемориал границы Европы и Азии, и нас как раз встречала Эльмира Геннадьевна Самохина, это у нас следующий спикер, следующая выступающая, член правления фонда социальной активности и идея, и Эльмира Геннадьевна, она вообще такой подвижник, они столько всего делают, очень творчески подходят к своей общественной деятельности, и просто низкий поклон вам, Эльмира Геннадьевна, ну и конечно Эльмира Геннадьевна работает еще в рамках представительства Ассамблеи народов Евразии, которая открыта в Свердловской области, это тоже такой один из институтов Ассамблеи Евразии, фонд идея как ресурс создания идентичной языковой среды и инструмент народной дипломатии. Пожалуйста, дорогая Эльмира, вам слово. Спасибо большое. Мы с Михаилом Самохиным, президентом нашего фонда, очень благодарны за то, что есть возможность сегодня рассказать о нескольких наших проектах. Мы сегодня расскажем именно о тех проектах, которые касаются языковых коммуникаций. Первый проект, который мы начали делать, значит, вернее, один из наших проектов, называется он «По пути азбуки». Появился он у нас в результате того, что при нашем Петропавловском храме в Полевском городском округе есть совершенно замечательный музей, созданный нашим благочинным отцом Сергием Радчаком музей старинной книги. И мы увидели, что батюшки стараются проводить мастер-классы для детей по кириллице, по каллиграфии на основе кириллицы. Поняли, что этот проект можно дорастить до международного и поэтому решили вовлечь в этот проект как можно больше людей и рассказать о нем как можно большему количеству стран. Итак, вы видите здесь цели и задачи, но смысл такой, что мы сейчас стараемся вот этот проект дорастить до дней славянской культуры Свердловской области. Мы сейчас подали эту заявку в фонд культурных инициатив «Выиграем и выиграем», но тем не менее мы идем по этому пути и стараемся, чтобы в этот проект подключили не только уже школьников Полевского городского округа, но и студентов ведущих вузов Екатеринбурга. Светлана Константинова уже как раз упоминала эту нашу стелу, выполненную израильским скульптором Таней Премингер. Здесь интересно вот это пространство тем, что мы здесь высадили общественный евразийский сад с участием руководителей национальных объединений Свердловской области. И сейчас очень важна эта тема, мы так поэтому назвали один из наших проектов «Маморная миля» форум идентичности, именно показать через язык, через понимание языка и культуры другого народа обогатить себя, обогатить свой личный потенциал и в то же время выстроить вот этот диалог взаимопонимания с другими народами. Кто наша целевая аудитория в этом проекте? Прежде всего школьники, студенты профильных вузов. Мы приглашаем на наши круглые столы по сохранению родных языков в этом музее старинной книги представителей национальных объединений, обязательно представители вузовского музейного сообщества, которые являются носителем вот этих культурных кодов. И, конечно же, сейчас очень важно для того, чтобы нас услышали представители муниципальной, региональной, федеральной власти, откликнулись, ну и каким-то образом не только участвовали, но и помогали в продвижении этого проекта. Вы видите на одном из слайдов, здесь уже говорили о том, что у каждого на отдельных территориях народа есть привязка к территории, а здесь на Урале живут 160 национальностей, и очень сложно найти каких-то коренных народов. Ну, русский, конечно, главный определяющий является. Ну, вот мы, например, вот в нижнем правом слайде, вы видите, мы попробовали найти историю на основе воспоминаний, как одевались люди, представители горно-заводской цивилизации в конце 19 века. Вот мы сейчас даже создали целую коллекцию кукол вместе с детьми. Как же ходили их предки? Ну, понятно, что сохранение культуры русского народа и других народов очень важно, но, тем не менее, мы, значит, попытались эту тему посмотреть, а как объединить пропозиционеры, прежде всего, русский язык и славянские народов языки для того, чтобы как бы показать границы вот этого славянского мира. Следующий слайд. Значит, этот проект по пути азбуки у нас сейчас поддержало представительство Митрии Котембурги, Центр традиционных ремьюзов Среднего Урала, Министерство международных и внешнеэкономических связей. Именно благодаря им мы в прошлом году получили субсидию, благодаря которой мы и, значит, выполнили проект по пути азбуки вместе с Киргизией. То есть в декабре мы плотно работали с Бишкеком и Ошем со школами этих двух городов, в Киргизии. И, в общем, что у нас в результате получилось. Сейчас мы увидим. У нас была достаточно жесткая задача в течение трех недель провести телемосты со школами Бишкека и Киргизии, провести международную конференцию. И, значит, мы удивились тому, что у киргизских детей очень высокий интерес к познанию русского языка, потому что в нем они видят язык для них, для дальнейших образования и продолжения работы, например, в России. Наши дети с удовольствием услышали о том, как киргизские дети говорят на русском, расспрашивали их об их национальных традициях. Нам киргизские дети играли на музыкальных инструментах. Это все было через телемосты. И героем наших телемостов был живой, настоящий Урал-Мороз. Это наш бренд. Вот видите, в правом и нижнем углу мы еще год назад придумали написать сказку об Урал-Морозе. Здесь в парке сказок в городе Рамиль целая резиденция его существует. Сказочные герои там обитают. Это такое любимое место для семейного отдыха. И вот вместе с нашим екатембургским автором, молодой писательницей Ольгой Кошкиной, Белоусовой, мы сочинили сказку про Урал-Мороз. Ее проиллюстрировали дети Полевского и студенты Екатембургской академии современного искусства. А молодая киргизская писательница Камурат Казы Тарсуна перевела ее на киргизский язык. И вот благодаря субсидии министерства мы издали сейчас эту книжку раскраску на русском и киргизском языке. Следующий слайд. На данный момент она уже приведена на 8 языков. Сейчас у нас в работе находятся еще три языка сербский, немецкий и итальянский. Кстати, китайцы очень хорошо откликнутся на эту книжку раскраски. И у нас есть уже перевод даже на греческом. Но вот мы в этом Петропавловском храме вместе с детьми делаем мастер-классы по визуализации кириллицы не только по каллиграфии. Надо сказать, что мы сейчас в Екатеринбурге нашли удивительнейшего художника, который проводит мастер-классы по каллиграфии. Вот в марте, в апреле для студентов Ургаху мы попробуем провести вот такую работу. По итогам этого у нас будет создана предложенная выставка по истории кириллицы, которая будет выставлена в Екатеринбурге. Ну, а здесь на базе музея старинной книги мы создаем визуализированные образы кириллицы и мастера декоративно-прикладного творчества нам разные техники создают вот эту историю. Значит, вот еще один проект, который мы придумали, отталкиваясь от нашего международного проекта «Мраморная миля». Итак, мы изучая глыбы мрамора, которые у нас добывают в селе Мраморском, мы обнаружили, что рисунки на поверхности мрамора иногда напоминают иероглифы. изея сначала оказалась такая безумная, все на меня смотрели очень странно, но мы со студентами отфотографировали, Академию современного искусства, сделали фотографии, отцифровали их и отправили в китайский университет Линчжоу. Удивительное дело, китайцы в течение месяца очень быстро откликнулись на этот проект и нашли схожесть вот этих рисунков с 19 иероглифами. Сейчас вместе с Институтом Конфуция при Уральском федеральном университете мы делаем эту выставку, студенты EIC отрисовывают ее, и вот такой совместный проект получается, куда активно включились китайцы, текст будет написан, конечно же, на русском, но с участием китайских экспертов. И вот мы решили показать, что язык может принимать разные формы, но в данном случае мы хотим расшифровать язык Древнего моря, это такой наш проект будет с китайской стороной, и более того, студенты на основе полученной истории будут создавать анимационный фильм. Вот таких три коротких проекта, вернее, три коротких сообщения о наших проектах. Следующий слайд, если там что-то есть еще. Да, все. Вот даже к нам присоединилось, чтобы вас посмотреть. Марина Юрьевна Писунова с большим удовольствием она послушала ваше выступление, потому что все, что происходило в Свердловской области, это было сделано при том времени, когда Марина Юрьевна еще возглавляла представительство Свердловской области, и действительно вы проводите очень интересную работу. Спасибо вам большое, и хочется только пожелать вот таких вот, каких-то поиска новых форм, в том числе и в сохранении языков, ну и как вы пишете, создание идентичной языковой среды и инструмент народной дипломатии. Спасибо вам большое. Да, и значит, я думаю, что мы сможем в дальнейшем еще провести не один форум для того, чтобы показать тот опыт по сохранению языкового многообразия в разных странах. Конечно, было бы интересно нам изучить, вернее, чтобы нам рассказали и про опыт Индии, и про опыт Китая, потому что все это очень интересно, ну и в других странах. еще коллеги, ну вот подводя итоги, хотелось поблагодарить всех вас за участие. Мы почти, ну вот уже 40 минут вышли за пределы регламента, но нам не хотелось с Линой Аркадьевной прерывать выступающих, потому что все выступления были очень содержательные, очень интересные, и, конечно, мы воспользовались этой возможностью, чтобы послушать все ваши выступления. Я хочу еще раз поблагодарить Ирину Аркадьевну, она блестяще провела сегодняшний наш форум, конечно, чувствуется рука профессионала, и я надеюсь, что мы в дальнейшем будем также сотрудничать. Ну и, конечно, то, что у нас сегодня было такое сообщество ректоров высших учебных заведений говорит о том, что действительно эта тема очень востребована, ну и, конечно, наверное, вы все услышали, увидели, что красной нитью, хотя мы говорим о всех языках, о языковом многообразии, о всех языках народов Евразии, но так получилось, что даже наши зарубежные выступающие говорили о роли русского языка, да, что насколько как необходимо сохранять позиции русского языка, как языка международного общения, как одного из международных языков, действительно, это очень, и то, что вот говорили и про переводческую школу, мы действительно уже и ранее это обсуждали, что очень важно возродить вот эту школу, которая была в Советском Союзе, переводческая школа, потому что, чтобы не быть поэтом одного аула, как говорил Расул Гамзатов, что именно русский язык позволял языкам, писателям, поэтам, которые писали на родных языках, чтобы их творчество было известно за пределами конкретной страны или конкретного региона. И эта тема звучала на форуме, который мы проводили, посвященный Чингизу Айтматову, великому сыну Евразии. Ну и в принципе она всегда, эта тема звучит, переводов на русский язык и о создании вот этой школы переводчиков из разных стран. И еще в завершении хотелось вспомнить слова Габзу Тукайя, татарского народного поэта. Он писал «О, как хорош родной язык отца и матери язык, я в мире множество вещей через тебя наверх постиг». Действительно, именно через родной язык мы приходим в этот мир и постигаем, начинать постигать этот мир через родной язык. И у нас с вами общая ответственность, ответственность как каждого человека, как ответственность семьи, ответственность народов за сохранение наших родных языков, сохранение языкового многообразия. Те цифры, которые сегодня озвучивал, по-моему, Александра Васильевна, Ачирова, что пять тысяч языков будут находиться под угрозой исчезновения, это, конечно, это катастрофические цифры. Особенно, конечно, вот тема сохранения языков, она актуальна для малочисленных народов, которые исчисляются всего лишь десятками людей. Поэтому нам необходимо делать все возможно для того, чтобы на разных уровнях, на уровне органов власти, на уровне институтов городского общества, научного и экспертного сообщества, чтобы сохранять это языковое многообразие. Безусловно, творческий культурный потенциал населяющих народы Большой Евразии является источником развития Ассамблеи народов Евразии и в целом Большого Еразийского континента. Мы, как Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России, мы готовы и открыты к сотрудничеству и будем всегда поддерживать те проекты, те начинания, идеи, которые направлены на укрепление дружбы между народами, на формирование такой доброжелательной, комфортной среды нашего сообщества, всех людей и всех народов, не только Большой Евразии, а всего, всей нашей планеты Земля, потому что все в мире взаимосвязано и нам нужно сделать все возможно для того, чтобы сохранить и передать нашу планету Земля нашим новым поколениям в том виде, в котором было бы гармонично жить. Поэтому давайте будем дарить друг другу любовь, добро, свет и делать этот мир своими мыслями, своими делами, своими поступками, делать этот мир светлее и добрее. Спасибо большое, друзья, и до новых встреч! Субтитры